всем привет с вами подкаст ювеб дизайн сегодня 10 мая 2016 года выпуск номер 82 время 20 минут 11 по челябинску всем привет у нас есть для вас как всегда парочка громких тем даже троечка все про юэкс и погенацию опасный таргет блэнк разработчики всего мира обленились погнали писать троечка как костюм троечка причем от разработчики которые обленились не в троечках рассветках той картинки нанятый работник не нанятый там кстати если вы не нанятый работник особенно вот ты-то никита и не знал а у нас в чатике между прочим происходит фидбэк по поводу нашего крайнего спонсора джинни анонимный поиск работы для дизайнеров и разработчиков и пишут что люди даже уже пробуют и не некие компании из питера 100 будут оставшиеся неназванными предлагают работу нашим подписчик то есть насколько я знаю чувак просто взял зарегистрировался ему просто написали то есть вообще даже это работает легко я больше скажу ему написали и не знали кто он это же все анонимно происходит я напомню что джинни . си о анонимный поиск работы для разработчиков и профессионалов отлично круто попробуйте ты никита всем и себя на работе посоветую вдруг кто-то подыскивает новое место только не вслух где-нибудь там пивной после работы хорошо да у нас первая тема из рубрики дизайн рубрика дизайн как обычно первое опять же простите за повторение интересно вот если мы сделаем небольшой своп поменяем местами это будет хороший experience или плохой я думаю все просто у них вот отвращение вызовет я согласен что привыкли сейчас начнут с дизайна я пока зубы чищу как раз это подкаст утром когда-то всю хрень про макдональдс послушаю вот да и а потом сразу работочку нормально уже в галстучке как раз в троечке если местами поменяем возможно не переживу поэтому не будем и первая тема называется новостной фид умирает и здесь фичард имидж такой в сереньком в сереньком черно-белый короче feed twitter несмотря на то что twitter все еще не изменил алгоритм свое ранжирование и все твиты пока показываться в хронологическом порядке в перемешку с кучей рекламы и блоком пока вас не было да кстати он кстати есть на десктопе или нет по моему есть я просто не в курсе уж и я с телефона или с маковского приложения смотрю но вот на телефоне и он под задалбывает хотя на самом деле в большинстве случаев блок пока вас не было это место где надо все полайкать просто я так и не понял что такое пока вас не было пока вас не было это с момента как ты последний раз на этом девайсе включал twitter те у кого ты обычно лайкаешь что писали понял вот такой возможно там алгоритм намного сложнее чем у меня на у меня вот строго это означает вот те пользователи мой близкий круг в том числе кстати ты кому я лайк вот их твиты за это время просто сгруппированы в этом блоке иногда этот блок занимает два твита иногда реально там штук 10 то есть там абсолютно по-разному собственно мы не то чтобы даже отвлеклись от темы тема как раз об этом автор поста кейси джонстон ну-ка сейчас попробуем зайти на автор страницу как мы это обычно девушек посмотреть его ух ты ем или ее реклама сразу да кстати кейси непонятно он она мне с онлайн здесь рекламируется к сожалению нам они за продукт placement не заплатили поэтому мы не будем рассказывать чуть такое нету картинки автора кстати мы же здесь говорим про x и нам из того же чатика поступают новости о том что про ее x на слышать слушать интереснее всего так вот на author page неплохо было бы сверху сделать небольшой блок и болт и болт до аватарку профили в соцсетях и там перса персонал веб-сайт если угодно но на нью-йорк магазин почему-то этого не сделать ладно неважно так вот фид умирает и автор предпочитает думать что на таких сервисах как инстаграм твиттер фейсбук и блогах где мы привыкли видите хронологический фид он на отомрет в разные времена то есть где-то это уже случилось если говорить про фейсбук где-то еще только предстоит если говорить про instagram и он считает что вот в 2010 когда это появилось все было более или менее логично то есть выходил в это количество контента не очень большого и когда только эти платформы появлялись нам имело смысл преподносить весь контент именно так а теперь когда его гигантское количество и некоторые так скажем пользователи этих сетей злоупотребляют в том смысле что начинает постить рекламный какой-то контент и так далее и вроде бы ты такой думаешь вот мне нравится чё пасти ну собственно здесь даже в самой стадии здесь просто стена текста я не знаю как ее скролить не скролить бессмысленно на мой взгляд для наших зрителей прослушатели мы не забываем привет слушатели просто слушайте нас все будет нормально так вот и он пишет что иногда вид фоллаж человека ради того что он какие-то там умные вещи говорит про дизайн а потом замечаешься через три месяца начинается откровенный шлак про то какой он одинокий такой с щеткой зубы чистит и так далее думаешь блин я вроде чувак вот не ради этого на тебя подписывался а потом ты зависает у тебя курсорчик над кнопкой отписаться блин но ведь раз в неделю он реально крутые вещи про дизайн гости и все и отписывается да и сутки отписываешься и скорее всего скорее всего автор предпочитает думать что вот например twitter на алгоритм он выбирает вот какой тип так скажем твитов от конкретного юзера ты любишь такой он тебе в пока вас не было и показывает хрен его знать как это на самом деле но да это первая причина вторая причина количество контента иногда количество контента настолько overleum обескураживает на фейсбуке например ну то есть оно и начало обескураживать что очень сложно вот эту кишку читать и грубо говоря все появляется прям при тебе понятно что там появляется сверху просто но те что там пять новых уведомлений но тебя все равно это немного бесит тебя демотивирует гигантское количество контента и ты уходишь twitter а твиттеру это не нужно он хочет что даже если у тебя есть всего 10 минуточек чтобы проверить там свойства чтобы обновить свой статус практически как в фейсбуке но написать какой-то твит и посмотреть что там блин ближние друзья пишут то он у тебя был бы этот experience а если ты уже больше вгрызаешься то ты уже там скроллишь у тебя появляется все менее и менее релевантный контент и ты так или иначе сможешь объять все это вторая причина и ты кстати чем по поводу второй причины думаешь мне пока все причины кажутся не то чтобы надуманными но это значит ты себя вот распустил вот ты сидишь и ведь я вот столько же ты подписался на стольких чуваков на стольких их так не ценишь что вот ты можешь все врубить и пофиг вот я проснул половину твитов и мне больше вот мне нормально будет ну согласен это как вот когда я батя своему рассказывал про одного знакомого который всю еду ест из одной тарелки он съел суп него на 2 в эту же глубокую миску просто скидывает вместе с курицей также есть одной вилкой там руками мне батя тогда сказал фразу что у него нет культуры еды вот у этих людей о которых ты сейчас сказал как раз у них нету культуры пользования соцсетями то есть это как мы неделю назад кстати посмотрите послушайте нас подкаст недельной давности мы там говорили по поводу того что не в слайке проблем а в том как ты им пользуешься вот здесь то же самое проблема не соцсетях в том как вы ими пользуетесь просто не фоловьте вы уже брендовый аккаунт starbucks например это просто тупо тупо если вам один раз понравилась какая-то там их история о том как там пить кофе там смотреть в закат и думать о нем то вы не фоловьте их а просто знаете что у вас есть на какой-то знакомый который фоли перетветнет в случае чего у которой много за фолиал не потому что он тупой а вот у него реально много времени он там на койн скучной работе охранником работает ему кроме twitter у него отрады никакой нет ну или там знаешь можно подписаться у них на блок на rss и там будут только статьи про то какие какой они кофе крутой делают ну да согласен rss лента сайта точно будет меньше чем их аккаунт это стоп разом что они могут видеть какие-нибудь типа starbucks я вас люблю хочу от вас детей вот вот это вообще вот это да ну кстати это можно отключить опять же в тоже twitter чтобы не видите виды того же пользователя до года да это вообще удобно не знал не знал вот как бы и что-то но и что-то и я не знал как нам комментарии пишут что саня тоже что-то иногда не знал самом деле мы до них рена не знаем готовимся два часа перед этим чтобы все понимали как третья причина это то что когда ты заходишь и там все уже ржакают по поводу каких-нибудь там уведомлений знаешь ну вот кто-то выпустил шутку на нее начали отвечать цитирую ее а потом же между собой ржут и не можешь понять о чем они ржут я если честно не очень понимаю как вот такой алгоритм поможет нам понять о чем они может быть он будет как-то группировать и вся цепочка с которой началось он несмотря на то что они уже не меньше нет ее она все равно будет сохраняться но возможно автор он не только говорит о существующих алгоритма сколько еще и фантазирует о том как в принципе можно улучшить потому что его основной поинт в том что новостной фид умирает и хрен его знать здесь он еще говорит про такую тему что иногда вот юзеры начинают твиттер все у них все нормально они пишут там без десятерых человек могут там какие-нибудь личные вещи писать а потом на них подписываться 2000 и они начинают стесняться постить я вот не знаю таких людей мне кажется тех людей которые про что-то личное прям ну очень лично пишут их наоборот будут заводить что их много читает иначе иначе на хрена ты личное что-то писал согласен поэтому я полностью тебя поддерживаю по поводу того что это все это зависит от человека который подписывается вот его лента конкретно это вот он со это зеркало души да кстати это можно вот начинаешь встречаться человеками подожди подожди старик а можно посмотреть или или старуха ну не старуха подруга шкура можно я посмотрю твой твиттер лента и начать и в твиттера не отключила при чем возможно помнишь вконтакте когда-то была возможность посмотреть новости друга не значат она есть или не оба моего ну может быть в старом дизайне есть в новом может ее убрали я не слежу за всеми этими делами напишите в комментариях поставьте на паузу напишите в комментариях что вы знаете про посмотреть новости других людей а потом смотрите подкаст дальше так вот и может быть на твиттере введут такую или какой-нибудь плагин на chrome вводишь юзернейм чувака и он тебе формирует их фильм ну ладно это уже так просто бред и автор поста вот это обаминающим вот этого монстра которого можно создать с помощью этих алгоритмов знает крейте фильм то есть грубо говоря подготовленный фильм для тебя я знаю что думаю это можно сделать дополнительным твит твитом дополнительным фидом у себя ты его открыл и когда тебе вот совсем не хрен делать и свою ленту уже пролистал и ты открыл ленту просто знаешь favorite но а точнее таких популярных чуваков celebrities просто всех ты открываешь и они тебе похожих подбирают чуваков и ты еще дополнительных за фоллович там согласен но помнишь у них была реализация начальная в курсе это да потом они и убрали там можно было смотреть те кого ты там лайкаешь с кем ты переписываешься кого не фейворит чтобы ты мог тоже это посоветом это реально было я же помню что ты это смотрел что я то даже в тот момент это не очень смотрел сейчас опять на меньшин замени короче говоря вот такая life посмотрим посмотрим к чему это все приведет на еще пост скрипту вам я скажу еще одну причину у автора подгорело и он предпочитает думать что умный алгоритм в инстаграме уберет все брендовые рекламы в том смысле что вот представляешь там ты фолловишь какую-нибудь селену гомес так ну даже нет не селену гомеса какого-нибудь локального масштаба я не знаю какой стример шукарин десла ну пусть дает слабое и децел начинает фоткаться как бы невзначай в новом в новой ладе вести представляешь 90 процентов аудитории сейчас не поняли кто такой децел есть такая возможность они понимают уже только я не знаю смешарики кто там еще чё новое по свинку пепу мы поэтому выходим с утра надо постить под газ потому что как бы потому что наши юные зрители уже встали покакали лучше ты играют они еще в момент слушания подкаста так вот и децел как бы невзначай я буду продолжать именно вот эту линейку фоткается владе вести ну или там в макдоналдс макдоналд так это продакт плейсман чистой воды вот и вот если типа грубо говоря такое не будут постить их перестанут лайкать они перестанут меньше по станут меньше появляться фидах у людей ну и грубо говоря им перестанут платить за этот продукт плейсман ну слушай это гениально у него именно подгорело по поводу того что да он практически хочет знаешь как на телевизоре отключите рекламу всю вот так же он хочет в лентах отключить рекламу ну согласен только от блог здесь как-то вот не получится сейчас настолько умники все пошли кстати мы мы это в тему не включили недавно я видел на роемру а до этого ну на роемру ссылка на фейсбук лебедю и там он показывает что он читал байретт так и у него в гугл абсенсовской рекламе просто прокнула реклама порнухи и там как бы сказать да слово вы сделал действие дефисик внутрь вставили и google не понял что это реклама порнухи и там реклама просто тупо реально реклама какого-то ролика досвидостно там без картинки текстовый на какие кубович умер вот такого же плана серая реклама и он кажется типа даже любая big data лебедев это пишет и там супер искусственный интеллект не поможет этим системам теперь рекламным перехитрить людей когда речь идет о сообщении 156 символов именно 156 символов в рекламном объявлении максимум то есть хоть чё делай все равно придумают чё кого как эти фильтры умный алгоритм обойти а тот самый experience который мы получали как вы регистрировались в этих соцсетях будет спорчен у меня сегодня как раз в скайпе на рабочем скайпе была реклама здоровая там очень большая реклама скайпе сбоку на весь сайт бар купить лекарства повышения потенции я напоминаю селекция ликапс запретили их лишили статуса биологически активных добавок и сделали что-то лекарство дерьмо сожалению это не продакт плейтсмент с нашей стороны я очень хотел бы чтобы они у нас как-то это надолго хватит на весь наш подкаст скорее всего ладно переходим на следующую тему она более дизайнерская как наркотики чем предыдущая предыдущая на все-таки интерфейсная здесь непосредственно тупо графический дизайн а именно у гиннеса случился перезапуск бренда перезапуск логотипа надо сейчас сказать оказывается это же гиннес то как бы не только пиво а еще и гиннес к рекорде гиннеса этот детище того самого артура гиннеса который и книгу рекордов придумал да и и на самом деле оказывается с 1759 года она существует вообще-то на минуточку и бытует мнение у меня отчеты доходе фрилансеров справа я ничего не могу с этим поделать бытует мнение что именно гиннес самый узнаваемый пивной бренд в мире ну допустим окей я даже может быть и соглашусь был момент когда я еще выпивал дурак был но я гиннес тоже выпивал хотя да все знают и конечно бы даже те кто децела не знаю знают гиннес возможно возможно так вот у них обновился логотип у них логотип арфа и тут я даже не знаю короче говоря ушли они от флэт дизайн и если коротко можно проскролить в самый низ но не самый низ а вот где картиночка пяти логотипов видишь да ну я вижу только 2005 последний логотип да ну самый последний что выше в заголовке статьи то есть но мы его разберем еще отдельно он там и ниже просто будет поэтому сравним мы видели до сегодняшнего момента так скажем упрощение плант плоски за цию уплачку ё-моё уплощение уплощение согласен до дизайна раньше арфы были прям супер резные такие количество струн было больше на самих арфах было какая-то надпись там трейд марк на 1 на самый и потом все упрощалось упрощалась ну очевидно почему упрощалась первые экраны пошли то есть мы многократно с тобой рассматривали здесь разные редизайны и говорили о том что уплощение это было не столько злым умыслом сколько просто продиктована необходимостью рекламироваться на новых площадках новыми площадками явились именно многочисленные электронные сми и так далее поэтому логотипы упрощались какой-то момент а теперь все экраны стали опять супер четкими обратно реклама на билбордах видимо все таки все еще работает поэтому есть смысл делать детальные логотипы и непосредственно дизайн bridge это студия которая сделала я так понимаю они переработали и сделали новый логотип опять более или менее резная арфа люди которые не знают дэцла они вспомнили что арфа вообще деревянный инструмент тогда не пластмассовый как их синтезатор который мы в детском мире купили так вот и здесь и стаближки естественно 1759 как сейчас модно и даже само на саму типографику снизу с джеймс гейт даблин айланд ее тоже переработали на супер старый шрифт который был когда-то на пишущих машинках прям ну вот вот я на первый взгляд да они из-за того что сначала упрощали так а теперь наоборот как бы более детально сделали логотип он стал более богата выглядит естественно прям он не на шутку приковывает взгляд и хочется именно его разглядывать да а это так или иначе увеличивает поведенческие факторы мои я смотрю на арфу а думают а мозг-то у меня просто за стаканом тянет да 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 то есть тут такое поэтому на самом деле я даже не знаю как еще это комментировать кроме того что я хочу открыть статью я не знаю ты можешь слаг слайки открыть именно самого дизайн бриджи у них именно дизайн бридж слэш ворк слэш гинс айдентити так они напишут как они над этим работали и они на самом деле сделали даже оттиск металлический для того чтобы разные варианты про продумать разные там поверхность я еще хотел знать что сказать что это похоже на вот не вотермарка как сказать на купюрах а потому что там тоже большое количество вот этих линий полосочек и там они как водяные знаки тоже сделаны согласен согласен очень похоже и это как бы тебе задает стандарт какую-то богатость опять же то есть ты прям блин доверяешь гиннесу глубоко кстати посмотрел на паспортах тоже такой рельеф иногда бывает и это тоже доверяет блин ты крутой надо его дизайн я чувствую тоже такой сделать купюру ну да это прям она болевшим надо вообще его дизайн уже сделать согласен ну так вот кроме этого я так думаю там все по золотому сечению как надо все кругляшки там 168 от других кругляшков и как ты видишь они на разных материалах пробовали у них вон там в студии самом низу есть где не на кирпичную стену даже на хрена чили гиннес экстра проверяли то есть на всех визитках и нитках уменьшали увеличивали здесь такая детальность даже вот эти волны если их уменьшать то просто остается силуэт арфы и грубо говоря логотип 2005 года ну да и это круто то есть тут и все эти детали они реально незначительные то есть даже купюра долларов если взять ладно рубли хрен бы с ними там реальный рисунок его не будет видно издалека а у долларов портрет будет виден всегда а все вот эти витиеватости и так далее не будут видны но ты все равно будешь видеть доллар ну да так что прикольно кстати интересный факт если здесь я вот ридмор нажал у них у них открылся так скажем такое микроописание по этому поводу мелкая конечно когда свидос но тем не менее они написали что они пригласили иллюстратора джерри барни так а он-то рисовала как раз арфу в 1960-х то есть 1968 логотип то есть он арфич да он во-первых арфич во вторых просто некая преемственность сохранилась то есть его именно пригласили он первое упрощение и уплощение так скажем делал возможно он еще помнит как почему как он его делал ну короче говоря работу проделали очень крутую ребята и прям я даже до уважуха и респект они сказали еще что будет очень круто смотреться хоть в европе на дефолтных пивах так и в limited изданиях в африке даже в африке аборигены будут понимать что арфа это арфа часто гиннес я знаешь где понял где не знают гиннес в америке согласен там бадлайв там все и корона ну а им и не надо я думаю в америке это знают только те кто в ирландских пабах логин молли слушают или как там вторая группа то называется ирландская да 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 они просто переехали не всех ненавидят как бы до орды бьет они там сидят на кулачные бои устраивать ненавидят демократов они причем приехали в америку возможно сразу ассимилировались и стали республиканцами прям настоящими американцами а может наоборот не ассимилировать все еще следят что у них там в ирландии происходит примерно как русский эмигрант ну ладно переходим дальше у нас такой прям дизайн бодренький сегодня идет мне нравится вроде и объемный и интересный но и всего 22 минуты мы еще в эфире как титьки тоже 22 минуты нормально в принципе кому-то и 22 знаешь не объявить ну да ладно следующая тема у нас про все пропагинацию и она на самом деле включает себя h2 так я вот сейчас вот на момент записи я пока еще не придумал чего у нас будет в заголовке но я думаю что то вот связанное с погинации так вот ник бабич как бы это не звучало он написал две статьи это две статьи с x planet это блог видимо на основе медиума как обычно просто он именно на x plane . орг зарегистрирован я не знаю как там медиум уже продает не продает свои там под домены не под домену как как wordpress ком и гостишься там на может подключить свой домен возможно здесь примерно то же самое вот он написал две статьи первое из них сравнение инфи а бесконечного скроллинга и по джинейшн погинации так на самом деле довольно таки холиварная тема я прям ожидаю дискуссию в комментариях как собственно и всегда и ник нам пишет вот наверняка многие задаются вопросом а шо же использовать бесконечный скроллинг или погинацию и начал он собственно с бесконечного скроллинга и обратите внимание это такая техника которая позволяет юзерам просто скроллить сквозь большое количество контента и не не жать ничего то есть ли так значит лениво по охранникам откинувшись на спинку и одной рукой жирно есть попкорн 1 2 на 2 1 пить гиннес во вторых теми пальцами которые не замарал аккуратненько скроллить просто и все больше нажимать уже сложно будет он рассматривает плюсы и минусы 1 плюс вовлечение юзеров и так скажем углубленная показ контента короче говоря юзер видит больше контента и больше вовлечен короче говоря он залипает и из перспективного разработчика плавно превращается в охранник выше пока он скорый ты уже увольняю он уже находит новую работу где только это и делает и все и на самом деле это эффективный способ для сайтов типа пинтерест которых контент он он там гроша ломаную они стоят ну то есть для всех фидов опять же но именно фидов которые визда всех обезличенных фидов так скажем ну вот допустим для товаров на и бэй было бы уместно довольно таки потому что ты реально скроллишь смотришь там все тем более что там там хоть и погенаться на погенаться чуть ли не на 300 айтемов на странице фактически infinite скрол чтобы ты просто передохнул и дальше в бой да да чтобы ты просто да я даже не знаю в туалет сходи про 350 подряд не открытых изданий комиксов первый бэтмен смотреть это это сложно так вот и ну то есть ник да ник я правильно бабич бабич он правильно говорит о том что есть такой плюс на фейсбуке тоже он считает бесконечно скроллинг уместен просто потому что он там еще выше алгоритм там ты чем дольше скроллишь тем менее релевантно то есть там это просто именно x на этом строится второй плюс скроллинг лучше чем кликинг а это то о чем уже сказали если у вас в одной руке попкорн в другом гиннесс то как будто блин мы рекламируем на я не мы просто да и кстати чтоб ты понимал гиннесс это не не лагер осталось если дима классификацию пивных напитков это короче не злоупотребляйте там все нельзя говно роскомнадзор не бань нас так вот это на самом деле дискуссионный вопрос что лучше скроллинг или кликинг вот не далее чем час назад когда мы готовились подкасту я заметил что никита статью скроллит не скролл баром на трекпаде а клавиатурой вот так вот жмет вниз на такими дерганными шишками вот так вот на вот так вот возможно это связано с тем что никита не берет мышку с собой когда я и потому что трекпад дерьмовый еще ну да понятно что трекпады не везде хорошие но подожди но а так да бы ты мышки все-таки делал я мышкой дома сижу делаю понятно ну ладно все равно интересно вдруг тебе именно нажатия нравится по жизни и ты даже когда кликаешь ты мышки на скролл бар кликаешь а так по чуть-чуть все может быть так вот третий плюс скроллинг хорош для мобильных устройств с этим вот реально вот с этим это единственное с чем я не поспорю потому что тут это нативное именно с этого на тач экранах ты начинал с того что ты берешь и двигаешь ленту вверх вниз и скроллишь ее то есть там ты по ней так передвигаешься и что-то жать на телефоне это реально это уже атовизм практически ну то есть не атовизм ты на самом деле чтобы скроллить и тоже жмешь на экран ну да но ты просто это уже так привычно то есть даже вот в тех же приложениях твита который впервые помню я не помню телефонное приложение было до сайта или все-таки после наверно все-таки после ваша сайта не на рельсах там изначально у нас свет моргнул надеюсь запись не прервалась так вот это с самого начала было так это также естественно как pull to refresh когда ты тянешь вниз чтобы обновить поэтому да пошли минусы бесконечного скроллинга так первое это производительность конечно же то есть когда ты начинаешь много скроллить у тебя получается кроме того чтобы много картинок загружены для страница супер много весит на каких-нибудь опять же если вы охранник и вам выдают только первый ipad на работе они ipad air 2 или ipad pro версии 9 и 7 дюймов так то ты рискуешь так скажем переполнить стек а именно до того до скроллить что у тебя уже будет влагать скроллинг потому что огромное количество html узлов на странице я даже не знаю но мы здесь с тобой как ну по крайней мере я не буду за тебя говорить это вдруг ты только мне поддакиваешь на самом деле ты за точнее против олдфажных сайтов типа крейкс лист так вот но вообще нет я верю в тебя не я золото важный вот так вот и и как бы мы то здесь понятно против этого просто потому что это ломает тот самый нативный экспириенс где ты кликаешь на все там и так далее но ну короче вы поняли производительность второе это лаки но грубо говоря когда ты передвигаешься по айтемом по этим если ты в интернет магазине находишься ты для себя в башке примерно знаешь так вот мне на третьей странице одни туфли понравились на пятой одна сумочкой на 6 помады а именно так ты и смотришь интернет-магазин так вот и тебе удобно вернуться примерно на вторую на третью странице ты понимаешь что а а вот до какого момента проскролить вверх-вниз но это сложно сложно запоминаешь мне понравится помада которая была после сапогов а там хопы до хрена сапогов где и ты нихрена не понимаешь ну да поэтому и даже на самом деле кроме этого я здесь забегу вперед где один из плюсов пагинации когда ты смотришь какой-то магазин ты иногда еще делишься мы с мнением советом с со своими ближним кругом с друзьями и тебе нужно кинуть ссылку на четвертую допустим страницу посмотрела там на четвертая страница прикольные кеды несколько да а как ты можешь кинуть на бесконечный скролл вот короче кинь туда и примерно секунд пять скролли а вдруг у кого-то трекпад другой он опять секунд он просходит уже до тысячи шестидесятой странице вот на макбуке очень чувствительный трекпад и можно проскроллить сразу самый низ страниц пожелать поэтому это такое третий минус это бесполезный скролл бар а именно скролл бар когда ты листаешь он хоп меньше становится и ты по нему не можешь ориентироваться обычно ты знаешь на хабар заходишь и и мне всегда помогает скролл бар понять как много комментов потому что хоп я достатью до скролли уже а там еще даже до половины не дошло и ты по что тут коммента скорее всего больше чем сама статья как собственно всегда и бывает на хабре и там ты можешь по этому ориентироваться а здесь когда у тебя бесконечный скроллинг ты хрен можешь ориентироваться и на самом деле даже бесконечный скроллинг он же не всегда на листингах бывает вот например на bloomberg с которым будет с которого будет одна из наших статей сегодня так там бесконечный скролл так имплементирован ты читаешь сингл статьи скроллишь под нее и хоп у тебя уже подменяется то что ты новую статью следующие читает это если честно бесит это прям больше всего бесит ты думаешь так сейчас я вот эту статью дочитаю и все пойми открою другую какую да когда я хочу который я дальше хочу не на bloomberg девушка где иди а bloomberg заставляет понимать вчитываться я иногда просто сканирую взглядом чтобы понять как до какая долгая статья как я быстро прочту буду ли я сейчас читать или оставлю на вечер там в ванной буду читать или что-то еще в туалете или в туалете возможно зависит от продолжительности так вот и здесь невозможно это оценить нужно ты случайно там еще знаешь концовочки такие смены ну там практически да спасибо что читаете bloomberg хоп и сразу заголовок уже новой статьи ты такой блин это под заголовок той статьи или уже заголовок новой потому что алгоритм как назло подбирает подбирает еще и релевантный он женился на ней из-за того что дать мне допустим мы читаем на bloomberg и статью про apple и он тебе следующую статью тоже про apple подсунет да то только уже не про там финансовый квартал который мы обсуждали в прошлый раз а просто там про то что apple там новые 5 ремешков для apple watch и подсунули и блин это все еще входит в тот ну вы поняли короче говоря можно боль словить так очень легко так суть в том что еще и в медиуме есть такая тема вот я помню я не может быть они сейчас убрали но в медиум убрали было и видимо они все-таки прислушиваться или сами сами они сделали сначала потом начали пользоваться боялин бесит слушай и его найди переди кто это придумал уволен нахрен их там вдвоем они сидят согласен они просто поражали вместе над этим же еда четвертый минус это отсутствие футера это когда я в вк скролли на дурова не могу нажать снизу реально а как как то есть ну опять же можно боль словить причем здесь на ссылке футер linkedin а точнее на картинке в статье и там реально до хрена информации для девелоперов для паблишера мобайл сменить язык проапгрейдить аккаунт даже такие казалось бы целевые действия проапгрейдить аккаунт и сэнд фидбэк они даже жирно выглядим ты на них не сможешь нажать потому что здесь бы комментарий всяких теток на поиску работы там и так далее ну то есть зачем непонятно хотя бы бы сделали какую-нибудь тему как кнопку load more здесь он собственно и советуют что делайте не бесконечный скроллинг а просто кнопку load more который аякса вам подгрузить следующий контент на это хай так но не будет тебя кстати instagram в премьер перейдем там именно так сейчас и реализована в веб-версии поэтому учитесь мне кажется где-то типа вконтакте тоже что-то такое есть на чем-то может быть на комментариях на чем-то у них есть какая-то такая под я тебя так скажу такая подгрузка появляется когда ты уже больше 50 раз про скроллил он понимает что блин походу чувак чё-то походу и борол на к на скроллинге ухом и я не знаю чё делать охранник с гиннеса да кстати пишите в комментариях может быть мы сейчас что-то путаем но как-то я видел в века такое или когда интернет тормозной он перестает это делать что-то прям вот происходит так вот это все было только про infinite скроллинг теперь про поджинейшн а чувак-то не не высказывает пока никаких своих высказывает знаешь почему потому что следующую статью он уже написал про поджинейшн а именно как сделать крутую погинацию то есть видимо он остановился именно на ней вот эта статья она от 1 мая а та статья там от 4 или от 6 то есть он через несколько дней возможно он просто почитал в комментариях про что людям больше интересно пропагинации про infinite скроллинг и написал следующую статью может быть он пустота и на самом деле ему вообще похрену он только собирает клики лайки просмотры кстати ставьте нам лайки классы классы возможно собирает да так вот плюсы погинации первая хорошая конверсия а именно люди когда ищут им вот удобнее смотреть постранично чтобы просто понимать на какой странице они что-то нашли и насколько там это релевантно или нерелевантно то есть вот google делать бесконечный скроллинг очень тупо потому что у них еще и много очень строится на том что вот ранжирование так что попасть в первую десятку да а так если тебя будут отделять от 2 десятки всего лишь движения трекпада то это полностью поломает и модель монетизации и вообще то есть но а так тебя держат в рамках первого экрана первых десяти и перед ним рекламу показывают после него рекламу сбоку показывают google knowledge graph и так далее но и плюс они наверняка начинали то давно не сидят здесь и поэтому они еще тоже за трафик борются чтобы сильно не 10 и 20 ссылок а 10 до ну еще раз чтобы ты перешел на следующей странице и тебе уже три новых объявления показалось над ним а я например в гугле теперь в листингах по крайней мере на телефоне хотя по-моему на десктопе тоже рекламу показывает как в яндексе к сожалению поэтому тут да второй плюс это ощущение контроля точки зрения психологии когда ты видишь бесконечный скроллинг у тебя опускаются руки ты блин я никогда не доскроллю все вообще не буду скролли пошли не в жопу и закрывай или сначала сразу доскролливаешь до конца понимаешь сколько он там ну и потом гуляя да да то есть когда ты видишь на погенации там сколько осталось страниц или хотя бы о каких суммах идет речь так скажем то тебе проще как-то расстаться со своим временем и потратить его чем когда это для тебя неизвестность то есть неизвестность пугает классический принцип 3 item location это то о чем говорится о чем я говорю когда про интернет-магазин когда ты для себя так скажем ментально ну как здесь написано психологически понимаешь на какой странице находится предмет тебе проще к нему вернуться а там тоже блин не понравились короче одни ботинки но я уже не знаю где они как на них доскроллить пойду и вообще отсюда нахрен и куплю на амазоне то есть всякое может быть вот здесь какой-то tom ford мр портер сайт и кроме этого еще показано page 2 of 3 ты понимаешь что тебя ждет вообще ты такой блин я все хочу ботинки посмотреть и вот например на сайте эко шуз это не реклама точка ру так вот там там бесконечный скроллинг причем он очень дерьмово активируется когда у тебя серединка ты ее проскролли выше середины экрана короче там есть шанс даже не до скроллить до следующего скрол и там при лоады даже не какой-то короче говно вообще и ты всегда думаешь я все уже все ботинки посмотрел или не все еще поэтому тут такое если указано сколько страниц ты хотя бы понимаешь что тебя ждет и тебя это успокаивает кроме этого есть минус а и только один в данном случае это дополнительные действия то есть грубо говоря клик некоторых людей нетерпеливых видимо психологически отталкивает нужда кликнуть что-то то есть им само вот лишнее действие но мы здесь тоже давно сидим давно говорим про юэкзу до лишние действия бесит юзеров особенно когда эта форма регистрации тебе надо свой рост и вес при рождении указать ну да наверное это будет раздражать но вот здесь кликнуть на кнопочку next мне кажется не так раздражительно но тем не менее собственно это как бы очевидные так скажем плюсы и минусы которых ну просто идет речь и вывод как раз его он пишет что когда же все таки использовать бесконечный скроллинг или погенацию он пишет что на самом деле те меньшинство случаев когда надо использовать бесконечный скроллинг это как раз вот приложение или сайты которые показывают или контент который генерирует много пользователей twitter facebook или визуальный контент типа пинтерест инстаграм когда ты быстро сканируешь глазами что-то когда это реально список статей но это блин дерьмо потому что ты теперь сами статья из этого обесценивается они становятся просто как картинки в инстаграме ты быстро листаешь листаешь и ничего у тебя не откладывается и просто смешно поэтому вот такой вывод пишите в комментариях вы за что за погенацию до лиза ну у нас никита я так понял с тобой консенсус меня за погенацию мне тоже я помню использую возможно только из-за этого все началось сейчас сложно сказать так вот это был 1 мая 8 минут рид не от ника бабича а мы его обсуждали хрен его сколько знает и вот вторая его статья про то что как сделать хорошую погенацию здесь мы уже побыстрее пройдемся потому что мы уже обсудили здесь он делает опять же введение что погенация это круто мы его уже сделали поэтому непосредственно к правилам первое сделал придумайте для себя довольно таки подходящую длину страницы в том смысле ску если это листинг сколько айтемов показывает то есть вот для google это 10 просто потому что вот они уже что-то поняли у них это годами наработанный опыт он предпочитает думать что для большинства сайтов от 25 до 75 айтемов на страницу нормально я не знаю насчет блогов 25 статьями на странице мне кажется многовато многовато во первых много картинок сразу подгрузится и главное будет долго грузиться тебя google же и пессимизирует на мало тоже не надо ну понятно что три не надо делать на бред юзеры просто задолбаются ну ну может 15 хотя бы я торговаться хочется с ником потому что 25 ту 75 ну это скорее всего знаешь какие-нибудь чуваки должны сказать профессиональные юэкс чуваки не скажет да просто надо столько-то строк или столько-то символов ну может быть кстати да да если у тебя айтемы занимают немного места это даже без юэкс понятно просто количество скроллов которые ты делаешь по page если угодно то есть какую-то такую можно квазиметрику для этого придумать ну ладно неважно здесь он приводит конкретные примеры на бестбай их 15 а на ebay 300 то есть сами думайте к чему вы ближе к бестбай или к ebay второе сделайте чтобы элементы на которые кликаются были большими ну понятно что погинаться не должна быть микроскопическая фон сайт 14 пикселей с молдом и и серым цветом ну сделайте ее яркой подсветите а ну кстати собственно это это третий третий пункт это подсветить ту страницу на которой вы находитесь чтобы причем вот есть на самом деле дискуссия по поводу того оставлять ли для вот вот посмотри на картинке троечка увеличена и очевидно что она не ссылка то есть это просто троечка текстовая ну вот оставлять ли ссылку на карен страницы мне кажется стоит потому что иногда не хочется жать на ссылку сверху так скажем на ну в адресной строке броузера хочется прям просто на этой ссылке правой кнопкой копи-линк и в чатик скинуть чуваки посмотрите третью страницу на ebay 3 300 айтенов но я смотрю вот угла нельзя нажать на эту страницу там на буковке о можно по моему вот попробуй вот на буковке о там есть ссылка кажется ну это не тогда гений или или не мне нигде нет дерьмо ну возможно google чё-то понял но вот чё вот я прям я буду наглецом я буду спорить с гуглом что хотя понять тогда возможно если у ссылок стилизация то грубо говоря ты она си меня не будет выделяться а если она будет выделяться но останется ссылка я буду думать блин а это реально ну ладно согласен здесь больше конфузов чем не конфузов конфуций четвертое правило ограничьте количество страниц то есть вот не не от 1 до 1015 страницы все в ряд а вот около 10 и не делать чтобы они слипались между собой как на бед экзамплю здесь 10 и 11 слиплось ну расставьте их как бы побольше white space если угодно и 5 5 правило это сделайте кнопки previous и next довольно таки разумное правило насколько я понимаю вдруг кому-то удобнее именно так блин я прям хочу забежать вперед по поводу мне очень понравился последнее правило наука на терпим до терпим 6 правило не используйте ссылки первая и последняя страницы и это на самом деле дискуссионный вопрос почему не использовать потому что их легко сконфузить с предыдущие следующие и уйти либо в самую жопу либо в самый там перед так как я так нет подожди это имеется ввиду что именно стрелочки не использовать ну вообще здесь он пишет что именно вот он 1 1 скрин что стрелочки хрен отличишь 2 скрин что first похожи на previous а next похожи на вас ну допустим и даже если это текстом то ты хреново это различишь в большинстве случаев нахрен не нужны но например если это блоги то он считает первая страница допустима просто потому что это самый последний контент и ты так же я до 10 страницы дочитал а может пока я читал за этот месяц уже на первой странице что-то новое появилось возможно такое смысл имеет но здесь ему в комментариях заглянул в комментариях эти я на медиуме редко смотрю в комментариях заглянул ну пишешь что а вот на страницах опять же с башмаками лучше сделать последнюю просто чтобы знать сколько последних то есть даже не столько линковую и сделать сколько просто информационная сколько будет вообще их всего ну потом показывает что 7 правило это менять для мобильных устройств погенацию по моему очевидно ну делать ее адаптивной и вот опять же приводит google next page 2 page 3 то есть ну прикольно сделано прикольно его восьмое правило мне понравилось сделать accessible чтобы можно было клавиатурой по погенации передвигаться влево и вправо делать для того чтобы переходить на следующую или я правда не знаю будет ли будут ли пугаться юзеры которые случайно локтем вправо нажмут что у них ушло на следующую страницу но это не придурки согласен ну вот хотя бы ну не знаю правда это это иначе что табом можно они там он показывает просто что нажавом даб и стрелочками этап между единичкой двоечкой троечки переключает и ты жмешь и на нее уходишь ну то есть полностью для тех чуваков которые все-таки одной рукой пьют пиво и они не хотят решительно у них пиво холодное конденсат на стакане и правая рука мокрая и они там вам хотят левой рукой все-таки как-то я рука мокрая и не могу так вот юз пейдж на барсу next previous combination он думает вообще просто нужно ли следующие предыдущие если у нас только цифры то есть но это все зависит полностью от от случая то есть здесь и он опять же как раз говорит про правилах оказывается не в комментах было он сам писал все-таки что в я коммер сайтах последняя страница все-таки нужно но вообще он в основном если к страниц мало то можно указывать последнюю а если их бесконечно много типа тысячи 150 реально на каких-нибудь старых блогах которые еще с 2005 года то лучше уже не указывать потому что тот контент уже нужен только для археологических так скажем исследований но никак не для того чтобы там на него ссылаться и как-то его смотреть кстати оригинальный паблиш на бабич . биз нифига ну не могу крутой так вот к вопросу о скроллинге я вот хотел завершить дизайновый блок демонстрации нового лендинга от apple apple watch gallery и как мы узнаем такой себе блин лендинг ну он какой-то ни о чем как будто они хотели просто попантоваться тем что они сделали ну давай я выберу rose gold 42 миллиметра самый дорогой розовый мне почти надо объяснить для наших слушателей что здесь вообще такое наворотили что можно охренеть то заходишь значит на apple com slash watch slash gallery бла-бла-бла и тебе пока кажут тебе много-много часов причем таких как клонов звездных войн они достаточно пугающе еще выглядят прям если психика нездоровая то можно испугаться такого количества безличных часов у меня как бы одних нет а тут их много сразу да согласен вот еще все золотые да и можешь выбрать для себя различные кейсы различные и мешки и различные собственно монитор изображения на мониторчик скринсейверы фейсер да вот и тем самым как бы себя подстегивая купить именно такие часы казалось казалось подстегивая попробуем прожить этот экспириенс вот мы выбрали 42 миллиметровый apple watch rose gold так причем блин я выбрал rose gold алюминиум я хотел из реального золота ладно хрен с ним ты мне предлагает выбрать ремешки начинается спорт ремешков то есть именно которые силиконовые продукты сразу есть который в поддержку борьбы со спидом но я как настоящий золотой чувак выберу к кожаный ремешок storm grey leather loop так я думал ты выберешь pink woman nylon nylon даже это это что это такая хренатень или не с ней в школу ходить на почему школу но она какое-то детское а понял петля тут ну как и все но я нашел ее зрители и слушатели тоже видят кстати слушатели видят возможно просто покушали перед этим человек и у них нормально приходы с apple часами так вот за обратите внимание кстати что у ремешков здесь показано какие у них запорчики так скажем прям вообще круто и они уходят внутрь кейса то есть точки зрения именно верстки лендинг сделан прикольно запорчики даже показано до любой любой проект становится лучше если показаны запорчики так вот ладно остановиться на пинку вон nylon хорошо и следующее мы выбираем фейс и фейс он кстати у меня здесь скроллинг лагает видимо потому что некоторые фейсы анимационных если я на ребеночке остановлюсь то он смеется я думаю надо остановиться на ребеночке раз мы такой девчачий вариант согласен 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 девчачья я жму на него в ожидании что случится прекрасное они меня у меня попросят кредитку и скажут что именно вот такой вариант мы сможем отгрузить через 12 воркин тэйс но нет не происходит ни хрена и вот это странно и возникает вопрос на хрена козе баян на хрена apple этот лендинг возможно ну единственный вывод который напрашивается ссылка в строке адреса она меняется то есть грубо говоря если ты хочешь своему другу скинуть какие ты купил часы но не хочешь ему по какой-то причине переслать фотографию просто часов на своей руке волосатой ты можешь ему на этом лендинге сделать собрать в конструкторе свои часы причем правда тут не будет твоего именно ребеночка вдруг у тебя уже свой ты его уже на рабочих поставил представляешь кстати какая должна быть волосатая рука у того кого rose gold алиминум кейс и pink woman nylon с ребеночком я но это те чуваки которые фургончиках с усами около школы и шариками конфетки потому что иначе непонятно зачем им этот лендинг но вот может быть допилят может быть послушать наш подкаст через неделю уже исправится кто его знает так что вот рубрика дизайн а все объявлено закончен следующая рубрика светские новости они же светский так так вот мостик в светский собственно с первая новость windows 95 запустили на apple watch я умышленно как вы понимаете за именно в этом порядке никите подсунула эту тему чтобы мы поняли что apple watch не только для розовых ремешков предназначен чего для очень хардкорной windows 95 я не знаю наши слушатели и зрители которые не знают децела знают ли windows 95 с другой стороны но вот для тех кто знают такие треки как вечеринка у децела дома мы как бы рассказали кровь до кровь моя кровь пацан какой-то там ник ли некий извращался как обычно они любят извращаться и на всякие девайсы типа микроволновок ставить всякие линуксы а вот здесь windows microsoft windows 95 продукт от билла гейтса когда он еще был у руля на котельная apple watch представляешь а на apple watch собственно там внутри железо такое что было круче чем моя первая банка наверно с в 10 потому что там 8 гигабайт оперативки они 8 гигабайт это основной памяти это именно hard drive но только это все равно по факту оперативка просто не оперативка на полупроводниковая память полу оперативка 512 метров козы у то есть все-таки оперативки и 520 мегагер у меня был 166 или 133 1 пентиум 133 то есть у меня у меня 2 вот соответственно чувак накатил и реально у него работает винда причем он видосе показывает как он собственно нажимает винде и запускает пуск за легендарный чё еще можно здесь сказать такого прикольного они там спаял какой-то контроллер чтобы управлять вот этот диджитал краум и кроме этого секом он кроме того что он спаял он туда накатил так скажем виртуальную машину внутрь чтобы из нее развернуть винду естественно потому что как бы на apple в очах там не запустить просто пинут и к сожалению вся эта хрень очень медленно работает и где-то около часа до около часа запускается ось поэтому если вы хотите очень быстро проиграть варкрафт 2 у вас скорее всего не получится наш причем судя по фотографиям у apple watch довольно таки четкий экран то есть можно даже текста различать до windows 95 неплохо хотя там-то шрифты для рендеринга не очень подходили даже не там хотя может наоборот здесь как бы совместилось тогда же развлечению у монитора было такое же какой этих часов там не за 320 на 540 точнее наоборот ну да поэтому такой кстати я просто уточню что запускать 95 уже и в браузере windows и на различных смартфонов и даже при помощи эмулятора на умных частях с android wear мне просто интересно а он так все круто сделал что у него из этой винды из интернет explorer можно прям в интернет выходить мне мне кажется на windows 95 еще не было такого понятия как вай фай ну к сожалению поэтому на нее нет драйверов тем более на тот был какой-нибудь браткомовский чип который в apple watch ну там да поэтому только в сапера поиграть окей следующая новость радио дача она у нас называется я не знаю как у вас в городах и вот это уже был продать place я не знаю как у вас в городах ваших но в нашем городе есть такое радио локальное а возможно оно и глобальное напишите если вы слушаете радио дача это отличное радио на котором очень часто рекламируется лекарства и киркоров и пугачёв новая программа я так вот товары для дома дачи и ремонта впервые обошли по выручке яндекс маркета потребительскую электронику как бы продолжая тему про часы уже про яндекс маркет немного оказывается по данным я так понимаю 2015 они за первый квартал 2016 они отчитались яндекс маркет и сказали что выручка так называемые я так меня с яндекс маркета все еще нельзя покупать как кнопка купить и можно только нажать яндекс маркета мы понимаем то есть агрегатор так скажем предложение из тех интернет магазинов которые включились в матрицу да который там внутри до который там у супер партнеров уже можно а окей да ну вот и яндекс зарабатывает на том что он просто показывает эти уведомления фу уведомления эти именно товары и я так понимаю там надо платить все-таки за это чтобы там где-то быть всего 6 размещаться то есть там там что-то надо делать яндексу процент отдаешь на самом деле с транзакции там когда ты в эту систему встаешь у тебя есть айдишник и если купили там с куками я не знаю как там реализовано с каким-то с рефом то в яндекс маркет уходит баблинский ну вот короче говоря они стали больше зарабатывать бабла яндекс маркет именно с дачной техники и ремонта чем с apple ватчей то есть мы делаем опять же какой вывод что фирм а первый квартал между прочим это был зима то есть было холодно но все равно видимо покупали какие-то газонокосилки я не знаю что он самое дорогое может на яндекс маркете быть какие батуты для дачи возможно 0 для ремонта какие-нибудь надувные бассейны мы же лишь для дома дачи и ремонт дом то тут есть и ремонт возможно ли шкафу и купе на самом деле как раз зима это и есть ремонтный так скажем сезон просто потому что летом все на отпуска копят а зимой на ремонт вообще в принципе это имеет смысл но здесь же вещь важно что потребительская электроника проседает так я так понимаю что электроника сменяется на ту электронику то есть все таки не бассейн и а что-то электронную хотя бассейна тоже могут быть электронную смысле что не iphone и короче теперь берут а семена да о чем это говорит о том что жить стали хуже или лучше может быть лучше но играли дач себе да да возможно дачи тоже увеличились продажи там на авито я не знаю где там на недвижимости да напишите в комментариях купили ли вы себе дачу а мы переходим к следующей но следующей новости светских новостей она собственно последний из раздела центральный банк до конца года придумает как покончить с анонимными платежами с помощью и платежными системами сейчас все короче схватились за возможно за сердце который с помощью робокасса покупали нелегальные книги и читали их 2 всяк под одеялом да вот на самом деле как сообщает российская газета центробанк и такие сложные чуваки как росфин мониторинг и минфин самый сложный самые сложные чуваки они собственно говорят что мы короче хотим прикрыть все что есть именно нелегальные то есть именно анонимные платежи почему потому что с помощью них можно всякую нелегальную хрень творить то есть например обналичивать денюжки которые были на каких-то счетах находились на киеве например или там допустим я не знаю кроме обналичивать ничего не знаю извините извините не очень бывало интернет анонимные мошенники поэтому опять же пишите в комментариях под анонимными никами да какой-нибудь хакер 777 и короче говоря они вот даже тут хвастаются тем что они отзывают некоторые лицензию банков которые собственно занимались такими неправомерными хреньями крутили бабло и обналичивали его и собственно говоря что даже такие крупные штуки как робокасса например тоже скорее всего пострадают да а причем пострадают возможно до 92 процентов как например некоторые платежные терминалы вот интересно чем это все закончится напишите в комментариях как вы к этому относитесь ли вам пофигу пофигу я там здесь не останется без без различных потому что сегодня пришли за ними ты молчал а завтра придут за тобой они тоже будут молчать там все уже никого не останется я бы знаешь за кем еще пришел за одним из хостингов отличных да это мы уже переходим в нашу любимую разработку которую вы все тоже любите слушаете смотрите пересматриваете переслушиваете вот я вам напомню что мы неделю назад я все за что придумал без саши если мы с тобой ну как бы немножко сбрендили и короче это уже представляю да и короче для каждой рубрики мы были бы новые уже не саня и никита в разработке мы какие-нибудь винтик и шпунтик и короче чуваки специально просили бы автограф короче именно подписаться этими героями нормально когда будет видео трансляция мы переодеваться даже можем усы там ну я не знаю да усы это для когда дизайнер челку вправо будем ставить воском а в разработке свитера будем надевать просто и другие усы уже пубертантные когда такие легонькие ну то есть свои оставляем то есть да накладные убираем просто и все да но на самом деле мы неделю назад дезинформировали наших зрителей и слушателей я сказал что smart aid находится в дата-центре оверсан оказалось они приехали в дата-центр digital hub это круче это тоже в москве да это круче потому что они у них дата-центр третьего класса а именно тир 3 класс это класс устойчивости дата-центр короче там вообще до святос круто пожары наводнения там все одним местом пойдет там в аквалангах люди придут и ваши бэкапы спасут там уже как вип-классик тебе стюардессы подносят всякое ты можешь их листать по заднице это смарт-тейпе скорее всего это все с нашим любимым хостингом партнером поэтому вы обязательно не примените попробовать прямо присоединиться к нашей теплой и доброй семье людей которые уже используют с каждым месяцем между прочим все больше и больше я смотрю статистику нашей реферальной ссылки ну собственно она в описании она обязательно в описании поэтому если вы нас любите ждете каждую неделю переносите быстрее все свои проекты на смарт-тейп найдете тариф для любого кошелька и любого приветливого носа носа я просто нам в комментариях напишу что это самая лучшая тема была в подкасте оставить только ее скорее всего правдой этой явится так вот первая тема из рубрики разработки написал и guest author а именно джон яблонский простите русском назови на яблонский если угодно хорошо оптимизируем наши сайты для больших дисплеев для гигантских и здесь я так понимаю то что пишется гест авторами у них эпиграф пишется крисом ковер вот следующий гостевой пост написан джоном яблонский который мне написал недавно что дохрена очень недавно работал на проектах которые не были оптимизированы для гигантских экранов ему приходилось их оптимизировать и он нам покажет типа несколько способов как с помощью адаптивного веб-дизайна проделать такую работу на самом деле ни хрена здесь так скажем не написано не очевидного нет просто я бы хотел знаешь что уточнить так большие экраны имеются ввиду типа телеки или с большим разрешением экрана типа охраненный мак рейтин турбо и то и то и другое потому что под эпиграфом маленькими буковками это лид параграф большой а эпиграф состоит из двух вот во втором параграфе написано во первых у нас сейчас начинается эра ультра высокоточных высоко четких экранов так high-definition ультра полный короче то что ты говоришь когда 2560 на 1900 века 3 800 на 2 там слон не помню сколько у 4к экранов но да так и когда стелек смотрят просто потому что вьюпорт большой и да так вот поэтому все с большего количества разных экранов просматривается интернет и надо как-то подстраиваться если жизнь повернулась к тебе не лицом и жопой не расстраивайся подстраивайся хочется вспомнить так вот первый подзаголовочек сначала нужно понять вообще что такое large scale дисплей с ответ на твой вопрос если смотреть на v3c counter то даже экраны с 1366 768 больше это самый популярный короче вот твой ноутбук самый популярный ну это понятно да да следующий по популярности 1920 на 1080 но это все любят и как бы full и и да то есть вот у меня второй монитор full hd и и мне не стыдно я честно вам скажу так вот и даже под него на самом деле некоторые сайты уже довольно дерьмово оптимизированы не говоря уже про 2560 пикселей в ширину то есть аймеки которые даже не ретиновский в ретиновских и того больше там я чувствую будешь довольствоваться полями на сайтах постоянными все вокруг ты будешь в одну колоночку все читать центральную да и ладно бы это были сайты типа кинопоиска или оперу где по бокам реклама какой-нибудь war thunder то есть старая хрень то есть да старая хрень я имею ввиду старый кинопоиск на новом ну да его нет конечно там хотя бы реклама по краям там есть начало отвлечься так скажем на сайт типа the new york times они здесь просто на скрине это видно это как газетку просто положил себе надо ее положил ты как бы большой стол купил бы оп по серединке положил а с боков уже можешь пиво опять же чипсы ставить вот это все и здесь есть скрины как выглядит new york times на маленьком экране там смешно точнее на большом экране я просто еще более смешно выглядит реддит просто достаточно ужасно это точно так же выглядел предыдущий редизайн ютюба когда они все влево сместили на full hd был такой же досвидос у тебя весь youtube был занимал левый 40 процентов ну или 50 экрана справа просто вообще нихрена не было ну то же самое с яху из википедии ну короче говоря все мы видели такие сайты если вдруг вот приходилось так скажем craigslist представляешь ну кстати да попробуем я сейчас захожу на craigslist просто я опять же подумают что я craigslist.ru написал как лох такого не существует надо открывать покупать быстрее а возможно они даже и купили да просто как бы да и я делаю минус ну так скажем уменьшаю масштаб и да тут еще просто правый сайдбар сполз вниз ну короче там прям вообще все минусы скажем да craigslist тоже такой же и он туда же я бы даже вот так сказал поэтому надо продумывать как себя ведут сайты на больших экранах пара пара и можно разбить так скажем продумывание на несколько пунктов первое это контентная хореография план а именно как контент адаптируется смысле перестановки то есть очевидно на маленьких экранах все в одну длинную кишку просто выстраивается и вниз уходит а как делать разворачивать ли еще большее количество колонок контент на больших экранах или просто увеличивать размер существующего сайдбара там и контентной колонки я вот вижу как он собственно css 3x все это происходит тоже ничего и тогда но так не так а видимо что-то понял хотя бы возможно именно не клик да или кто там работает над сайтом он-то и не давал здесь советов крису койру поэтому он сделал как придется может быть точнее не клиник лета ты там чувак это windows 95 запустил он тоже работает он может дал бы совету на ними не помогли я тут яблонский до джон так вот короче говоря он пытается так скажем разобраться кроме этого еще надо подумать про изображение ну то есть ты представь что когда у тебя в маленьком экране изображение но четко и а когда на большом не дай бог еще ультра ричди она дерзкая но дерзкая и у вас джипег сразу шумные ну да и надо использовать какие-то техники опять же для responsive images если угодно так вот какие же техники для оптимизации нам надо использовать он сделал дэмочку на вот по ней между прочим сайт назвал дэв стар 2 блин круто да причем здесь именно вторая звезда смерти из 6 эпизода который еще не достроена на который уже может стрелять хотя я чуток его к своему стыду даже не знаю могла на стрелять или нет но она достаточно обгрызанная поэтому есть сомнения мушка уже работал я не помню просто в первый точно на прям полно функционирующая мама мощная станция было а второе не по неважно напишите в комментариях функционирующей ли была вторая звезда смерти по моему да так вот и как же ведь мы спланируем во первых ведь надо рисовать надо делать wireframe и причем но он сделал в скетче но я предпочитаю использовать бумагу хотя на самом деле у него здесь довольно таки карандашный такой рисуночек как выглядит типа вьюпорт здесь он пунктиром и обрисовала как какой контейнер так скажем внутренней и как под это все адаптируется бэкграундные изображения и так далее полностью продумал как это будет выглядеть и соответственно этому уже использовал существующие непосредственно технические техники простите за тавтологию блин он круто сделал я сейчас смотрю то есть сам сайт пофигу просто что он как-то уютненько сделано рисовал блин прям план такой небольшую страничку но колпы не прям есть шанс что он уже этот сто тысяч пятисотый сделал такой макетик да потому что выглядит реально очень круто он даже букву эй за главную рисует без перемички центральной возможно он к этому шел годы чтобы так красиво и круто это делать destruction legacy поэтому здесь такой кстати что характерно перейдите посмотрите демку потому что контент он именно про звезду смерти и сделал нам он именно сделал дизайн ар ар что арманинс power то есть он именно прописал так скажем характеристики этой боевой станции ну ладно перейдем к техническим аспектом 1 используйте относительные юниты когда создаете такую хреновин а именно все контейнеры как минимум в емах а лучше там в процентах время в viewport единицы у нас опять же есть подкаст про ему я мы записывали целый подкаст в котором обсуждали гигантскую тему об этом от зла лью если мне не изменяет память вашего не от люселью так вот и его кроме того что контейнеры сделать в емах и в хренемах еще и медиа запросы в них же сделать собственно да в том подкасте мы это и обсудили еще сделать адаптивный текст ну то есть если текст сделать в емах он опять же будет адаптивный и просто увеличивать исходя из медиа запросов его как-то пропорционально то есть здесь у него в примере есть просто он на медиум устройствах увеличивает на 1 и 2 на больших на 1 и 3 на очень больших 1 и 4 на очень очень больших 1 и 6 и здесь он приводит скрины как выглядела версия до оптимизации на 2560 пикселях в ширину и как выглядит после оптимизации но это да по моему просто хрени разительно на грамм круто я вообще не могу кстати возможно вот там где бэкграундовская картинка так скажем вторая да там есть типа план звезды смерти и там она типа уже рабочие если помнишь еще в третьем эпизоде можно было видеть на джио носи си когда вот этих крылатых чуваков краски на киноте планы и забирал чтобы отвести владыки сидиусу именно ему до владыки палпатину сидиус знаешь как это повысишь уволить ну или так или как двойные фамилию баб два варианта так вот кроме до про контейнеры кстати он только третьим пунктом говорит я забежал вперед он между прочим использует процентные марджины и я вспоминаю сразу что я процентные марджины использовал когда только начинал верстать после этого мне это казалось дико отвратительной практикой потом правда мы начали использовать сюзи про которые тоже есть крутой видос и там тоже высчитывается все в процентах на самом-то деле но вот так хочется сказать дженери в основном я это плохой практика считал но видимо я как-то обстал от жизни второй пункт это изображение для того если они у нас бэкграундовый то мы их можем менять зависимости от медиа запроса если это in line images мы можем прибегнуть к src с эту атрибуту который сейчас поддерживается везде даже в сафари ну или к пикчер элементу он тоже поддерживается даже в сафари здесь зависимости от того как вы хотите это как вы это хотите на бэк и не сделать возвращать эти изображения существует на самом деле и поли филы пикчер фил например на который здесь в статье есть ссылка короче вот собственно и все обязательно делайте все относительно не пренебрегайте адаптированием под гигантские экраны потому что вы то и не знаете а зайдите к себе в яндекс метрик вы посмотрите с каких экранов вас в основном смотрят так что здесь все круто будет я кстати даже себе маркер сделаю для того чтобы в статье к этому подкасту написать процентном соотношении наш сайт с каких экранов читают мне даже самому интересно никогда не смотрел по этому поводу поэтому такая была первая рубрика в первая новость в рубрике разработка простите 2 опасный таргет блэнк некий богдан рыхай в программист на хабре написал статью написал казалось бы статью а как выясняется украл перевод мягко говоря так в том то и дело что он не написал перевод если он не признался что украл но я нашел сурс что делает на медиуме от алекса некого так и кстати этот алекс некий он хакер father сноубордер басплеер да так вот ну ладно прочитаем просто русскую студию пошла на по-русски но вообще богдан рыхай если ты нас слушаешь ты подлец так вот на самом деле я прям прочитаю пиры в большинство создают внешние ссылки через target blank и не знает одного интересного нюанса страница на которой мы попадем таким образом получит частичный контроль над ссылающийся на нее странице через джейс свойства window open а через windows open window open location мы сможем сделать редирект на к примеру фишинговую страницу грубо говоря мы переходим на таргет бланк и по идее мы не можем нажать кнопку назад потому что это в новой вкладке открыт но если указать window open location то можно сделать так чтобы при нажатии на кнопку назад ты вообще куда-нибудь на лайк же смену ходил возможно так и делают я вот кстати возможно и это дерьмо на самом деле просто проблема далеко не новая до сих пор актуальная как вижу немногие не знают он здесь даже написал как подстроить такую же ссылку на фейсбуке даже в фейсбуке это есть и он здесь это зачеркнул потому что многие попробовали им пришлось менять пароли после этого на фейсбуке потому что там ну типа фейсбук заметил что вы не оттуда зашли на фейсбук там и все плохо короче говоря да здесь он также просто приводит что если сделать определить window open location то будет беда создает редирект с ранее доверенной страницы варианты решения добавить ссылки рел ноу ауна тогда даже таргет блэнк ссылки не будут это хавать хочется сказать кстати апдейт of firefox это не работает надо валять и рел ноу реферерер то есть вот это первый вариант второй вариант обнулять window open ну писать через свою промежуточную страницу делать редирект но это уже такое странное колдунство ты можно его еще конечно делать для того чтобы супер статы по кликам собираетесь на многих блогах я такое видел как на вы каком слышь ауэй пички через него же уходит если вы копок не установили вот у таких страниц на самом деле есть пропас некий так вот третий вариант открывать ссылки в новой вкладке через джейс war other window window open other window open or 0 other window location таргет юрл простите наши слушатели за то что так монотонно зачитал этот код я должен был как-то с синтетическим выделениями вычитать но вот я точка с запятой таким не владею да и 4 отлавливать все клики по ссылкам момент перехода создать скрытый айфрейм через который делать открытие страницы в новой вкладке но в общем здесь в комментариях немножечко все написали типа ого не знал неожиданное поведение наверно хотели сделать как лучше какая-то коня это всегда кстати после этого разразился срач по поводу того что использовать таргет бланк вообще говно и некий кейфман написал пятый пункт пятое решение не просто не использовать таргет бланк отлично мы здесь в этом подкасте на самом деле часто ратуем за то чтобы это не использовать и даже статьи на сесса стриксе читали и вам прям читали но обсуждали по поводу то чтобы этого не делать но вот здесь в комментариях на ему написали что а вот вы когда у вас лично продажи от этого упадут вы это точно поймете что как бы лучше все таки использовать поэтому пишите в комментариях если вы используете с вашей духа заставляет а богдан рыхаль напоминает ты подлец указывает сурсы кстати мы в комментариях об этом тоже указали что отчеты ты источник то не пишешь чувак он сет не проигировал никак не добавила стой вообще никак вас проигнорировал так что вот так последняя новость из рубрики разработки она на самом деле с дизайном немного перекликаются и с следующей темой почему мне кажется последние две новости чем 2 там есть история будущего интернета так и сравнение анимационных технологий сравнение анимационных технологий на следующую неделю перенес забыл сказать так смотри у нас мы подкармливаем чуваков блин подкор может подумать что мы договорились вот так это разыграть но на самом деле не же не . силу смартой . анонимный поиск работы и лучший в мире хостинг в мире в мире в мире в миру история интернета вода последняя тема из разработки у нас и она перекликается немного с дизайн просто потому что слушайте нас поймете сейчас почему некий gold это джон голд на твиттере написал какой из двух возможных сайтов вы сейчас делаете и там два знаешь таких типичных типо лендинговых сайта типа ну вы сами видите слушатели просто представьте лендинги в которых по трем колоночкам кружочки там типа как мы работаем типа он самый успешно на случай цены нас любят и нас любят 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 мы его дизайн да и и второй вариант это у нас лучшее приложение посмотрите видео нажмите на ссылку посмотрите картинку нажмите на другую ссылку и все слева справа слева справа вот это все и на самом деле я бы гид интерпретировал вот этот твит двумя способами первый диджитал дизайн индустрия это группа шарлатанов которые на самом деле нихрена не умеет делает одно и то же и каждый раз прикидывается что они что-то иного от инновации придумают и второе цифровая индустрия дошла до того момента где мы можем уже наконец-то сфокусироваться на настоящей к это креативности на создании контента вместо того чтобы редизайнить всю систему каждый раз и на самом деле ягод конечно не знаю пока если не знать мистера голода непонятно чего он хотел сказать но я как думаю что второе то есть типа что пора уже наконец-то во-первых хватит мямлить пора говорить как есть а во-вторых хватит придумывать новые гряды пора уже их наполнять контентом и здесь есть цитата дэвида агилви супер гуру реклама give me the freedom of a thief of a tight brief дайте мне свободу как бы сказать сильной хватки ты знаешь как бы оксюмарон он некий использовал здесь то есть сожмите меня в рамки я получу свободу тем самым дорогие слушатели если вы сейчас даете свободу сильной хватки до дохладить и траханье долго углепластиком и на самом деле как гитмистер оу это он дэвид агиллы виста назвал смешно лучше сфокусировать все таки на своих на своей креативности на том что вы выдумываете вместо того чтобы каждый раз придумывать те самые рамки и он приводит конкретно пример во-первых если вы facebook twitter и medium то вам типа да вам надо выдумывать там все по на два пикселя влево вправо сдвигать у вас реально от этого там зависит все вообще но если вы обычный чувак интерпритер предприниматель так скажем то вы загоните уже себя в рамки начните чем делать вот представьте книги журналы все же книги журнала одинаковые ну за исключением там нескольких форм-факторов там твердые обложки там мягко и так далее много это ниже все такие разные есть художественные есть не художественные выжигает в самом деле не будете сравнивать вог и gold world я зашел за журнал gold world ну пусть бы садоводство опять поэтому наконец-то уже пора просто делать контент я даже не знаю как еще обмусолить этот один тезис но на самом деле он ведь это не значит что вообще программисты вымрут и не нужно будет там дизайнить системы тогда я по-прежнему нужно будет работать над производительностью прежнему нужно будет работать над юзер экспириенс чтобы там кнопки были другого цвета погенация вот это все это же не является дизайном системы это является именно дизайном взаимодействие с эти системы это пусть будет типа остается но вот сам каркас уже можно оставить так скажем без изменений и так далее поэтому подумайте об этом говорит нам джеймс гэтсби питт своей статье на медиа круто и пишите в комментариях естественно чего вообще как это как сами да как дела следующий следующий раздел соцки и у нас начинается разработка умирает сыром . ru на самом деле такая статья очень громкий заголовок как обычно но статья об очень очевидных вещах как мне показалось и вот некий рыжиков а чтобы вы понимали это между прочим основатель один из битрикс сергей рыжиков говорит рунет перестал расти веб-студиям нужно меняться обратив внимание у него apple watch он да у него apple watch и у него такой именно микрофончик который крепится на ухо и как надо все мы в таких же сидим на самом деле вы не знали как бы мы в apple watch тоже сидим ну да да можем врать пока и он здесь во всей этой статье он видимо раньше занимался как я понимаю продажами телефонов именно конкретно связи то есть мобильные связи поэтому он очень хороший метафор здесь приводит так он он сначала о чем говорит что мы не очень-то можем управлять рынком на самом деле в котором мы варимся рынок он очень многими факторами извне управляется меня мы как бы можем на него влиять но не так сильно как хотим как хотели бы и поэтому он говорит что вот рынок мобильной связи раньше он похож на веб сейчас то есть на рынок веба сейчас то есть раньше все хотели завладеть вот этой аудитории да вот этими вот чуваками которые будут пользоваться мобильной связи поэтому сильно впихивали им sim-карты прям сильно усиленно прям даже вот он пишет что прям возле метро продавали симки прям втюхивали но я помню нам строй в переходах в тюхи вот это же прибыло ли было да и как только ну с каждым естественно днем практически увеличилось количество абонентов и уже нужно было не то чтобы просто продавать сим-карты а нужно было удерживать аудиторию у себя чтобы они пользовались твоей связи при придумать какие-то акции где-то тарифы как там вот удержать у себя аудиторию давай сразу делать параллель то есть раньше нужно было просто хотя бы чтобы у всех был сайт продать сайт да это был в диковинку а сейчас уже почти у всех какое-никакое говно есть там сделаны народ конструктор и он и говорит то есть раньше можно было зарабатывать даже на том что ты продаешь домены и чуваки которые продавали домена собственно этом зарабатывали и рост был также был рост продажи сайт но сейчас конкретно он предполагает и говорит что круче всего иметь долгосрочное какие-то долгосрочные отношения с партнерами которые заказывают веб-сайт может быть предлагать им вскопать землю в саду я не знаю то есть как там с ними заключать другие контракты не только не только возможно просто сайт может быть всего может быть и все то есть надо быть опять же суперкомпании которая все делает вспомни нашего друга со второго высшего образования который нам еще года три-четыре назад рассказывал что надо людей на абонент переводить не продажи рулят а вот абонент вы возьмите с них сначала поменьше но зато зарядите месячную оплату и вы поймете что вас в будущем это намного лучше про корм прав был прав был санек ну и вот собственно как итог я немножко хочу снова засчитать чем пишет он здесь несколько пунктов то есть три пункта говорит что же нужно делать какое предложение чтобы изменить веб-студию в лучшую сторону вам нужно учиться работать с текущими клиентами даже если его задолбали возможно то есть строить длительные отношения с ним второе нужно больше серверного обслуживания больше пакетных приложений то есть это опять же как в мобильной связи разные тарифы всякие предлагать может быть предложить еще что-то клиенту может быть про это и не знает а захочет и должна быть отчетность он говорит то есть проекта становится длиннее затягивается сдача проекта компания несет убытки то есть нужно нужно значит нужно отчетность которая позволит выйти на некоторую регулярность понимания рисков то есть видимо из таких стихийных веб-студии все-таки в более на поток надо ставить в хорошем смысле этого слова то есть делать сайты по 7 800 на поток а именно устанавливать партнерские отношения и переводить это все какие-то долгосрочные как как газовые контракты которые на поставку на 30 лет на самом деле подписываются и там как бы уже особо и не так все динамично ну и собственно его последний абзац это переход в нашу следующую тему то есть он говорит вам нужно повышать улучшать услугу ваш товар который вы предлагаете просто сделать лучше работу и собственно следующая тема это разработчики обленились с хабра переходим от рыжикого или ручка переходим к теме которая просто на самом деле период крутой статьи про то что чувак рассказывает как у него бомбан причем чувак возможно неудачник просто по жизни потому что он во все на протяжении всей статьи описывает все проблемы которые с ним случились в основном с сервисами в вебе из почты в том числе и с сайтами его экспириенс причем плохое естественно он пишет чуваки все каш круто я разработчик программного обеспечения тоже как и вы обеспечен да и я создаю баги и ошибки то есть он он сам признается я вижу что в блин в основном все какого-то хрена делают плохо очень много я горит слишком много вижу проблем и он сразу можно в принципе перейти к примерам он здесь приводит такие скриншоты прикольно он говорит что они хорошо он перед этим еще пишет что вот типа чуваки очень много людей пытается быстрее выпихнуть свой продукт чтобы быстрее его продавать то есть идут на поводу маркетологов которые говорят давайте быстрее сейчас запустим потом все отладим от тестируем у нас же все легко мы сейчас продукт запульнули потом место чем переделаем что-то не понравится все сделаем но тут не это не работает но если они не нажмут сюда ну и ладно если нажмут мои там ничего не случится вот такое узнаваемых сожалению все это да узнаваем и и умеет что многие так скажем конечные покупатели превращаются какого-то хрена в бета-тестеров сейчас модно делать бета-тест причем я могу сказать что это же даже не только веб-разработки и даже и это игр то есть всего за меняется седьмые герои но я просто досвидос да и причем но не вообще насчет игр там принципе еще и все с ума сходят дайте мне бы этот мне бету понятно но это когда ты хотя бы это бетой называешь а когда ты релизом называешь и две тысячи рублей за это просто это уже наглость вот и что собственно и в вебе та же самая хрень чтобы блин но люди выталкивают проект который не готов не оттестирован возможно даже того функционала не имеет который собственно предлагается и вот он говорит что я спокойно в последнее время натыкаюсь на вот такие проблемы например на сайте про npm gs вот эту хреньку mpm gs.com он смоет просто описание я так понимаю покиджей да и натыкается на то что например вот есть небольшие опечатки типа имперсант а mp и причем я до сих пор не понимаю как он этого добился как точнее чуваки из npm этого добились потому что вообще-то html преобразует это в символ а здесь почему не преобразует какого хрена возможно они так и хотели я не знаю следующая проблема он на телефоне как я понимаю потому что да это android он нас на зашел на сайт asus и у него там был такой прикол что он хотел что-то узнали описание какой-то проблемы он нажимает да ему нравится заголовок да это его проблема знаешь там практически сделать хорошо на моем асусе заходит а там сразу как мы вам помогли ищи цепь правда да там пустота то есть там нету никакого решения но они предлагают ему форум сборки как бы даст документ solve your problem а там нет документа сейчас я секунду я найду как здесь написано просто я никогда не расстраивался из-за этого но за последние несколько лет я видел столько смешных и глупых ошибок в программном обеспечении и на веб-сайт что у меня уже стало немного пригорать задница он прекрасен да и вот дальше я думал прекрасен в основном переводчик я не знаю насколько автор это лексику руку использовал надо он ведь что ему пришло вот например письмо от икеи икея и они собственно говорят что типа вы не закончили сессию опроса который вот который был пожалуйста типа закончите зайдите по ссылке и и и и захороните результат он заходит а там же а все хорошо вы уже все прошли все нормально конграджу лейшинс там и т.д. и т.п. как бы опять же странный experience очень странно он потом он все на письмо очень много грешит он опять же получил письмо от этого корсера вот это с незамененным заголовком например дата дедлайн карантливик ли вик причем к сожалению я когда такие письма получая тоже бывает получаю я даже и машу рукой потому что мы же все не без греха я так это блин я же тоже пару раз так косяча в общем на чуваки там дупо ну вот он в конце про это и скажешь что да так вот давай на короче говоря антивирус например вот видимо какой-то их американский понтовый антивирус что мы его не знаем и только касперского своего знаем какой-то их антивирус нет есет это not 32 а окей это их компания он говорит что чуваки выкатили и даже не удосужились потестить допустим google.co.uk например в реке и кейны google не потестили не попадать или bbc сайт а у них просто блочится с помощью вот этого собственном антивири дальше он не совсем понимаю что значит при при выключении моей разбери пи то есть он выключает свою вот эту разбери пи то есть железку свою и ему пишет right fail success прекрасно память не может быть ритм вспоминается да 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 причем если память не может быть ритм хотя бы блокировала все тут как бы это success и все перезапускается и нормально да вот он пытался посетить сайт он все с юкей у него проблемы он пытался посетить сайт htc вайв то есть вот виртуальные хрени от htc и у него допустим была проблема ошибка соединения с mongodb на сайте прям то есть с базой данных например такой прикол чувак вообще неудачник причем ладно бы просто mongodb там ведь книги креденшалс есть там айпишники всякая хрень там еще палево какой-то вообще вывалилась да да это дальше он например пытается поднять ubuntu mate на своем опять же разбери и он пишет ему пишут просто error in function двоеточие как бы ни хрена больше например я ведь не уверен что понимаю в чем проблема вот да это круто дальше короче он рассказывает про проблему с я так понял с microsoft.com он вот этот из скачать из лог парсер то есть видимо на сервак и совский какой-то лог парсер который будет парсить его наверно не из с а из да из да да видимо опечатка чтобы он качался открыл деф-панель и увидел что куча всяких ошибок джейквери подключена позже чем скрипт вот так это я делал такой у меня был такой у меня был баг ну чуваков из microsoft тоже такие проблемы были вот он рассказывает еще про вот эту компанию коммунальную американскую жкх практически жкх вот это and power которая занимается газом и электричеством они прислали письмо с уведомлением что когда нажал на ссылку для перехода на их сайт ему выявлялось огромное предупреждение браузера о ss s l l ну ssl да то есть короче у них видимо не какой-то незащищенный https вот кривой видимо дешевый возможность бесплатно подменный сертификат до подменный сертификат он сообщил об этой проблеме по крайней мере 5 разным людям из этой компании но никто как казалось не отнесся к этому серьезно на самом деле если вспоминать как делаются американские сайты и какие там сайты они достаточно антикварные будем так это да да это правильное слово очень политкорректно да блин вот это еще не самая главная проблема на самом дальше смотрим окей у вас уже дура в безопасности но блин парни ошибки сертификата на странице лайфчат у него там в чат рулету не возможно именно лайфчат который вот мы когда еще не на гениальном хостинге smartape.ru попробуйте обязательно хостились а пробовали другие решения например м.д. не будем расшифровывать на м.т. у них был лайфчат у них не тикетная система была именно початиться с чуваком он по-быстрому поможет вот это что-то типа такого ну да собственно дальше про paypal он говорит вчера попытался получить выписку со своего paypal и посоминаю чувак возможно неудачник по жизни после входа в систему получил сообщение ниже а там интервал сервер классический конечно было бы неприятно столкнуться с подобным в момент оплаты чего то есть писать что бабки сбашляешь а у тебя интервал сервера и непонятно самое главное непонятно ушли бабки не ушли до пендинге не или как вообще ты вспотеваешь сразу как спотифай так потому что нет никакой информации что помочь мне то есть не горит а вы не вы ничего не потеряли все хорошо перейдите по ссылке ничего нет вот дальше пишет он начал рыться как и мы собственно в подкастах в google play подкастах он говорит что на windows microsoft грешили вот этой темой про подкасты видимо уже windows фон на территории сша он не грузились они там когда а сейчас он заходит в google google подкаст и видит что в его country то есть его юкей нихрена не работают подкасты хотя они работают хотя ведь все остальные музыкальные сервисы google play работают да играет какого хрена для бесплатных вот этих дорожек на хрен где все срутка по два часа собственно всяким-всяким нет доступа дальше он говорит про itunes ну про этим совсем много чем можно говорить на тем не менее там и теперь опять же проблема да проблема с htps дальше дальше очень круто это это просто это вот это лучше вот это просто прекрасно он опять же пишет кто-то добавил мой email адрес в рассылку на услугу используя имя про хакинг он сообщил об этом потому что волновался что возможно в итоге что-то может произойти с моей учетной за ну про хайкинг с моей учетной записи до привязаны к этому ячу но даже когда я связывался с технической поддержкой и объяснял что я не про хайкинг чуваки каждый раз ответное письмо начинается стандартного хэллоу про хакинг это круто вообще да не издевай хэллоу про хакинг your account has been closed и мы еще закрыли все нахуй но он вернемся к жкх он опять же с этим and power по таинственным причинам по каким-то этим power были не способны поставлять мне газ из у него не только в интернете у него пока послеваться и в жизни за поэтому мы договорились что я перейду на сволик видимо какие-то другие жкх еще неделю он потратил на переписку с последними потому потому что при попытке входа в личный кабинет но это американские сайты через отправлен на почту код авторизации мне возвращалась страница с информацией что-то в данном случае британские ну да кстати да кстати да надо учитывать что ну возможно там еще более антиквариные сайты мы не знаем они как елизавета 2 тех же годов выпуска дальше можно чуть больше про пробежаться просто побыстрее здесь допустим мы выдают на сайте он говорит что я крутой чувак я нет я не включают блок я прям знаю что надо бабки платить людям но тем не менее ему выдают ошибки что у него от блок например вот там там про visual studio что например там где галочку можно типа снять галочку на самом деле нельзя снять галочку но это очень круто короче в общем посмотрите это прикольно он там даже он даже умудрился на часах у него часы moto 360 android wear а рандомно начинают выжирать батареи пока она либо полностью не иссякнет либо часы не перезагрузит то есть чувак он возможно ходячая катастрофа или ему карму надо почистить я не знаю и он ведь чуваки а вы знаете вот возможно это все из-за нас из-за потребителей хреновых мы не пишем ничего не оставляем вот как ты говоришь а ладно я же грешил этим и эти тоже пусть грешат то есть ты как бы понимаешь что это плохо но никуда не не сообщаешь об этом чуваки не замечают это их как бы это никак не задевает поэтому они продолжают выкатывать бета-тесты продолжают о чем делать такое дерьмо поэтому разработчики в край обленились вывод мы последние короче социк с блумбер датком про apple на котором как раз бесконечный скроллинг следующую статью открывает насколько я помню да они рассказывают что у apple на самом деле не то чтобы проблемы но как бы есть негативные отзывы по поводу их apple music есть мы немножко когда рыли мы узнали что на самом деле apple music старается все-таки что-то делать для людей он там для студентов делает скидку в 50 процентов от своих 10 баксов то есть пять долларов подписку на месячную месячную стараются короче ночью всякое делать по-всякому и вот здесь в этой статье и описано что собственно скоро будет доб добись и в июне ждем и чуваки хотят apple music доработать конкретно очень круто доработать поменять интерфейс потому что многие люди реально испытали проблемы там со всяким с отпиской например с той же скатились отписка с проблемами просто послушать там свой контент очень в принципе передвигаться по apple music они решили точно интерфейс поменять после давдов дисси видимо скажет возможно уже там на какие-то набор возможно уже анонсируют сразу там все забегая вперед надо сказать что у apple music уже 13 миллионов подписчиков но это не так много как казалось бы у какого-то там спотифая не у какого то конечно огромный сервис но тем не менее мы посмотрели он выглядит ну не как apple music как-то не так солидно мне кажется но тем не менее у них 30 миллионов у спотифая у этих 13 миллионов каждый по 10 баксов это 13 130 миллионов баксов но мисс не кажется там они как-то из этих 130 миллионов 100 тратят на сервера тратят на taylor swift возможно сейчас тим кук вы сидит что там у них то у них проблем на apple music и вообще-то святос до хрена поэтому да короче говоря здесь есть фотография собственно пацанов избить несколько чуваков таких как доктор дыре например мы узнаем лично лично знаем да джиме и вино где у меня почему фотография пропала я не знаю возможно у тебя это блок я перезагружаю страницу от блока нет но какая-то просто проблема у меня видос есть а вот выгрузилась вот когда если да и запомним и жг готовить здесь смотреть крутой студии примерно в такой же как мы сидим есть короче чуваки сфоткали сфотканы такие как доктор дыре некий вот джиме и вин который между прочим какой-то крутой чувак как я понимаю вот этот я такой который сидит в таких нивансах об слева общем самый левый чувак он какой-то крутой потому что у его назначат или назначили уже он в общем один из главных чуваков биться то есть они вместе с доктором дыре ворочают наушниками собственно так и маленькими колоночками такими розовенькими вот он будет назначен на apple music то есть вот все эти чуваки как я понимаю будут как-то пиарить или относиться к apple music потому что здесь есть некий чувак из nine inch nails вот самый средний такой как с квадратным лицом сажим то что их пятеро он хоть как он нет я имею ввиду что самый средний самый сладного да он вы видите у него собственно ботинки те самые надеты которые нужно надевать на ничные лс если ты идешь на концерт вот вот такие крутые чуваки в общем они будут заниматься так или иначе apple music кто-то будет пиарить например кто-то будет главным отвечать за apple music это вот по моему как раз ее вины будет вот собственно то есть они хотят поменять нет некое но руководство я так понимаю поменять просто пересмотреть модели apple music в принципе потому что кстати здесь есть очень крутой такой скрин диаграммок что короче в 2015 году на самом деле стриминг и да и просто скачки они даже не то что сравнялись а стриминг стал выше то есть кольская теплом юзик с 2013 года уже есть что-то я вообще не понимаю или это вообще по стране то есть это не это может быть по всей спорте фай и там я же еще есть я короче когда думал читал статью я поражал что если бы здесь было за 2007 год здесь ringtones и ringbacks были бы выше всего потому что верните мой 2007 и колоночки не синяя фиолетово-черная в общем вот такой прикол то есть apple music что-то делает можно в принципе сильно не распространяться ждите до 10 мы обязательно все рассмотрим можете почитать статью здесь на самом деле написано что когда apple поглотила beats очень много избиться ских чуваков ушло они не остались в apple и они там даже какие-то не хрен кто там сделали lm vl vm hse group ну хрен пойми короче говоря у них там много перестановок и авторы из bloomberg они очевидно связывают это именно с кадровыми перестановками все эти проблемы поэтому будем посмотреть подождать а я проверяю работать линфинит скроллинг и работает окей можно переходить к wordpress в согласен давай перейдем к нему у нас там не так много тем потому что сегодня у нас научпоп с прошлого из прошлой недели еще стынет мы даже мы сегодня прям можем 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 мы все можем многое так вот первое во первых команда wordpress theme review чуваки которые отбирают темы для wordpress.org вводят новые правила по крайней мере обсуждают еще пока нету конечных решений каких-то они обсуждают блокировку объявлений в бесплатных версиях тем объявлений платных версий этих же тем очень много злоупотребляют но мы уже говорили не раз уведомлениями в админке куда эти нашу про тему после того как в кастомайзере дали свободу людям в кастомайзере пихают ссылки и картинки купите новую тему причем поверх вообще всего то есть прям и сверху и снизу и так далее дополнительно внутри админки на страницах баннеры вешают как ее от всего плагин например но они хотя бы на своих страницах а тут вообще на всех и иногда даже некоторые настройки вот за этой вот страницей типа таким замутненные типа вот в про версии можно будет вот это это и это в общем злоупотребляют как могут вообще просто и это бесит людей это бесит команду тем review и вообще то есть это прям не очень поэтому мэтт мулендвек даже предложил им в последнем обсуждении выпить яду основного не дускал ну разберитесь там он как путечка просто скал на это на прямой на прямой линии видимо как-то ему тоже задали вопроса какого хрена там и номер ну я дам указание разберемся посмотрим разберутся или нет я думаю к вордпрессу 46 хотя это тут к релизам тоже не относится это просто гайдлайн и всем ревью поэтому как обсудим так в виду плагин timber ввели практически как песня у кеша я думал до timberlake сам вел может быть и в принципе он же чем только не занимается вводит вводит и выводит да так вот это плагин который позволяет использовать разработчикам шаблонизатор твик это пич пиши шаблонизатор в вордпрессе позволяет его использовать не понимаю зачем ну как бы вордпресс темы приколен что у него нет шаблонизаторы и такое все прям спагетти код по полной кто-то думает что это плохо кто-то думает что хорошо есть разные фреймворки типа genesis фреймворка в котором чуть-чуть по-другому можно даже по мвц все устроить но это вопрос вопрос нужно это или нет пищи с поставьте на паузу и напишите в комментарии что вы думаете по поводу введения шаблонизатора в вордпрессе но как бы то ни было вот тимбры вышел в версию 1.0 несмотря на то что они все еще его расширяют они до решили пробовали смарте и мустош шаблонизаторы и остановились на двиге не знаю я не использовал ни одни из них они выглядят все примерно одинаковые с кудрямыми скобочками меня вот сколько слушаю какие-то хипстеры согласен потому что тимбер потому что мустош вот это все названия ну мустош да это старая тема про шаблонизатор хэндл барс мустош и не все они и вот эти кудрявые скобки если разрыгнуть как путь киеве поэтому так и называется поэтому пишите в комментариях если вы за шаблонизаторами сабы хипстер да во первых если вы хипстер потому что это очень часто говорят в критике как один из главных минусов ford про что нет шаблонизаторов но я считаю тут даже не минусом а фишки не бак это фича поэтому переходим дальше вордпрессе 46 скорее всего точнее уже решено дропнуть шрифта open suns из админки охренеть который там был на самом деле с 2013 года который каждый козел пытался себе в сумму самое главное и соу до сих пор суют я если не ошибаюсь даже на в пт верни open suns сейчас проверим так 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 бэкграунд да да open suns так и джефф то тоже каждый козел на самом деле здесь но я имею ввиду что его в админке просто с google шрифтов подгружают и у админка из этого тяжелее становится меня это всегда бесило причем ладно бы в админке когда ты залогинин и у тебя сверху есть админ бар у тебя он тоже подгружает и ты вот эти вот лишние колобайты колобайты вынужден загружать и они их дропнут в пальцем в поддержку системных шрифтов то есть на майке будет сан-франциско может быть это война с google ну все может быть на самом-то деле я знаю даже вообще это война за производительность я думаю просто они молодцы и пытаются тема на впт верни следующий на самом деле на wordpress и касается очень так посреди последствий скользнула по wordpress ну почему скользнула в более чем 300 плагинах на wordpress.org используется фонд о сам шрифты между прочим у нас где-то было про них где же мы можешь просто в подкасте просто мы про них обсуждаем мы их использовали просто жили этими шрифтами поэтому да они свою сиденьку открывают отдельно просто на которой все кости понятно в общем там фапабл будет как все на сиденьках еще бывает да папа нинг папа нинг кроме этого они добавили в релизе 46 новую категорию accessibility иконок и видимо они такие работают над accessibility своего собственного проекта кроме того это сиденька им поможет не просто хранится в другом месте но еще и использовать асинхронную подгрузку иконок только тех которые нужны ну короче говоря супер крутое колдунство и будто не подключаться не просто css кинул фонда сама начала скриптовый код практически как у тайп кита то есть молодцы работают над производительностью у нас такое производительности блок все что касается ворту в это время в касках сидим ну да тип того я кстати здесь почему-то мне даже открыто это анонс фонду посомок что у них сиденька открылась прикольно я не собирался тоже показываем сам поглядывал одним глазком джинни . сего у тебя случайно открыто это у нас только в ссылка в описании так вот wordpress.org или лук короче говоря дизайнер марк юрейн про него между прочим где-то было вот в этих темах которые мы уже здесь смотрели так если по посмотрю где возможно в течески и украин да я когда без календариев и достали где-то я про него уже читал сегодня может быть он в тимбере работает дожди ну-ка ю прейн могу одной рукой не спрашивайте мне 2 вот он этих точно работает ну да понятно короче говоря он предложил финальный мокап как будет выглядеть новая страница wordpress.org более конверсионно и как вы видите здесь на если приблизить уведомление wordpress из also available in deutsch то есть немцы мне не смотрели я не знаю он или автор статьи на торг маг а йо автор здесь мэри дотсон некая на самом деле это прикольно хрень всегда что написано что wordpress доступен на вашем языке русский на русский всегда причем заметь этот мокап выглядит как раз как один из тех сайтов которые видите у чувака у мистера голда если угодно вот так просто в назовном порядке мы вам говорим что они переделывают если честно думаю что там иконка над wordpress хостинг такая облачка я думаю что это если честно больше не облачка а дерьмо а нормально так надо кссибилити то поработали вдруг облачко а отдаляешься уменьшать хоп куча говна метафорично метафорично возможно только какой-то один wordpress хостинг хороший я даже не знаю ну да согласен мне больше между прочим облачко и клауды напоминает чем soundcloud но заклада плоская такое да это плоское дерьмо как шлепок такой ладно переходим к научпопу научпоп собственно не то чтобы это будет как бы феерия как вы как вы ждали прям ровно на это есть у нас сегодня рабочая лошадка это вот тут мы просто будем завлекать после нас только не в веб уже идут а в космос сразу потому что первая тема от филиппа терехова мы почему-то вот он везде там будет потому что он именно космический чувак на гиг таймсе есть еще зеленый кот на гиг таймсе и и меня тут наш общий друг из подмосковья подсказал что зеленый кот он в принципе известный чувак научпоповском сообществе у него много пабликов на вк и он реально чуть ли не селебрити потому что его вот он же ездил на эти космодромы он сам ездил и его именно приглашают как крутого космического журналиста поэтому тут мы крутых людей крутых пацанов так вот сокровище космоса статья в которой на самом деле чувак рассказывает про то что вообще в принципе через в космосе и ради чего надо любить космос он сначала говорит вообще в последнее время бесит вот это нытье опять же в социальных сетях по поводу того что мы чуть не особо что-то делаем как бы в космосе да вот илон маск то он да он там все полетел он там посадил он там в общем в общем крутой он еще в твиттере пишет и в инстаграме настое тесла сделал сам причем сделал а мы значки вроде как ничего потому что вид кому-то без марсианской базы день космонавтики вовсе не праздник 8 не праздник но на самом деле он здесь описывает что в принципе космос это такая хэй которая она как тискать как мода то есть вот он сразу дальше пишет пропавшие детские мечты почему сейчас мы никто не хотим быть космонавтами потому что в то время когда вот это все хотели была некая мода на это и дети они даже не то чтобы сознательно отвечали что я хочу быть космонавтом они по привычке просто родители им нравилось положительная реакция была на то что кем ты хочешь стать космонавтом круто не только это я здесь немножечко вклинюсь мы недавно были на выставке человек космос не с никитой я с дамой своей был на тем не менее так вот и там есть образцы даже детских книжек и практически детские открытки практически карты игральные рубашки были там деньги 10 лет с выпас отправление первого спутника и так далее всякие памятные даты то есть это просто культурно культивировалась это на всех уровнях было то есть там даже в детских книжках вот эти вот чуваки с гигантскими головами в шлемах там и так далее то есть прям это вообще везде было гравюры памятные выпускали там с гагарином и это же везде на виду было это по телеку говорили то есть и людей которых были там космонавт там гагарин и так далее их восхваляли очень сильно поэтому не но это примерно так же модно было как сейчас допустим программисты например как сейчас олигархи к сожалению то есть сейчас потерю про олигархов говорят реально идите с каким-то статей гуртур про них олег по телеку в тех у них тёлки ferrari и только один процент скажет стив джобсом ну есть такие да это это опять же детки с зализанными в бок чоками в рей-бэнах да и вот он говорит ну ничего как бы я вот хотел допустим любил играть в водителя тормвая и троллейбуса и ничего не только космонавтами хотели быть люди но как бы тем не менее любовь к технике у него вот осталось он говорит и он про чё говорит так бла-бла-бла тут тут все значит следующий абзац тупик и не тупик рассказывает он говорит что а помните ли вы там штурм венеры в общем он говорит что во многих романах тогда еще освещалось то что вот скоро мы сейчас вообще все уже будем вообще в космосе как говорится будем летать на очень далекие планеты возможно на другие какие-то галактики там будем очень практически здороваться с там с инопланетянами с ними жить там и т.д. и т.п. все это было в планах и в тот момент когда космос так сильно развивался казалось что именно так он и будет развиваться именно с такой скоростью но на самом деле все это конечно же застыло как он говорит пилотируемая космонавтик поэтому разработки конечно ведутся и допустим тоже илон маск садит опять же ракет но это все равно не то это не те шаги так скажем которые мы хотели бы видеть мы 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 так уже рассмотрелись на звездные войны что нам после этого как бы вот это все вот посадил это похуй ну понимаешь к сожалению если смотреть звездные войны мы почему нам похуй ну боже мой физику знаем дерьмо а если знать реально физику нашего мира вообще как все функционирует то становится понятно что даже там до любой там ближайшие звезды сотни световых лет а жутко световой год это время это расстояние которое свет преодолеет за за года год а у света вакууме скорость 3 на 10 8 метров в секунду максимальная то есть очень далеко нам и близко такой не снилось поэтому то что свет проходит за год мы проходим за сто тысяч миллионов лет ну да хрена короче говоря вот и да и при всех этих как бы минусах вроде как и уже не модно и вроде все не то и не так быстро увидеть в то же время в космонавтике много привлекательных и он сразу пишет допустим такой целый абзац даже подкрепляя несколькими видео и что космос это красиво то есть так получилось что в принципе космос радует глаз то есть вы смотрите охраненные виды даже активисту экологу который ненавидит технический прогресс можно показать это видео и попытаться объяснить чтобы мы не заметили какая у нас чтобы что что мы бы не заметили какая у нас прекрасная планета если бы не космонавтик на самом деле здесь сказано еще что хоть и фантасты предсказывали пилотируемые миссии на планеты и так далее очень много искусственных всяких вещей отправлено уже на венеру на марс там на орбиты и так далее то есть мы хоть и двигаемся не по той дороге которую нам проложили фантасты но мы все равно двигаемся просто мы двигаемся чуть в другом направлении кто еще знает куда нас такая дорога то и заведет надо просто набраться терпения если мы ну все не так как у рэй бредбери который кстати в своем интервью касаемый там 94 лет я ответил что просто грустно что мы типа айфоны делаем там они не все вместе думаем как там преодолеть все эти скорости света сети барьеры как открыть тёмную материю струны я думаю он просто такой чувак если бы он не горел вот этим своим делом который он написал вот это все вот этим он бы конечно такой не написал да поэтому окей да он хочет не айфоны делать он хочет другое что делать и здесь есть следующий обзор космос это полезно кроме того что это красиво космосе как мы знаем до хрена чего летает что нам позволяет жить очень круто и даже тупо ездит на машине например и можно от какого-нибудь там от в дн х доехать до чего нибудь там хотелось рассказать нибудь для московских для москвичей до химок до химок например я не знаю зачем от в дн х от выставки ехать в химки потом но видимо домой к себе домой домой то есть многие вещи такие как навигаторы например телевидение прогноз погоды это все в космосе летает спутники мы сами знаем и поэтому космос он нам очень полезен мы практически это ресурс космос это ресурс я бы так это назвал космос это интересно почему интересные красиво это в разных так скажем ну ладно я так тебя забегают скептически космос это интересно и вот здесь приводит некоторые факты что мы будут например ни хрена не знали что например мы думаем ожидали увидеть на марсе руины древних цивилизаций например мы потому что он типа появился там раньше да раньше земли якобы вот да что типа там до этого а на венере типа динозавры и дикари должны были на позже на бой если бы развитие на всех планетах шло одинаково то так бы типа и было но мы-то знаем с вами и если бы и как бы мы мы-то знаем да что на самом деле допустим марс он достаточно такой по моему насколько я помню какой-то такой типа не из газа из чего такого более мягкого состоит он нормальный это уже венера более-менее газовая юпитер но везде на и на венере и на марсе есть почва так скажем то есть там такое но я просто у нее атмосфера очень плотная поэтому фактически газ и юпитер он весь из газа и нептун урана не газовый газовый гигант как мы любим говорить про юпитер но кстати вот про газовый гиганта опять же он говорит что вот этот спутник сатурна титан он-то стопудово там сильный газовый какой-то и тоже на него смотрели во всякие разные телескопы и изучали его поверхность и достаточно интересная хрень просто станция гюкинс 2005 году нырнула в эту непрозрачную атмосферу и казалось что рельеф титана вполне себе похож на земной с горами реками дюнами правда при температуре минус 80 роль камня выполняет водный лед а в рот в роли воды выступать жидкий метан там хорошо вопроса газе да ну то есть все равно это как бы не человек вроде бы как вроде как агрегаты некие исследуют но тем не менее мы движение интересно интересно космос это сложная техника и вот здесь описывает что блин многие космические аппараты всякие которые вообще запущены в 77 году например они все еще живут и чё-то там передают что-то делаю что-то собирают между прочим про вот этого вояджера в теории большого взрыва раджи говорю вот когда мне становится хреново и я думаю что я в жизни ничего не добился вспоминаю про миссию вояджер и типа ему уже 40 лет и он столько всего передал а он все еще где-то там там типа и типа моя жизнь тоже начинает обретать смысл что раз даже у какой-то бездушный бездушный железки есть смысл на протяжении 40 лет значит типа и у нас не все так плохо но вот космос это большие проекты здесь немножко написано допустим про программу apollon которая это кстати в противовес теме о том что программисты разленились вот хотя производители железок космических тоже разленились как мы скажем как двум гайд правосточный но тем не менее технологичные хреновины болин заставляют просто так сказать задуматься и мурашки пробежать вот например apollon на котором работало более 400 тысяч человек например международная космическая станция массой более 400 тонн то есть это огромные хрени колоссальные дарского на которыми трудились люди космос это замечательные люди мне нравится этот абзац очень крутой отбор в космонавты отсеивает людей со слабой психикой и нытик и он говорит что ну здесь а подожди подожди это он здесь дальше что да да здесь это в этом за здесь он приводит несколько фоток для наших слушателей наших зрителей вы видите он говорит что космонавты вроде как бы нет каких-то стандартов как отбирают космонавтов там не горят что некрасивый некрасивый но они все какие-то именно няши он говорит это сразу естественно гагарин с голубем улыбается дальше еще какой-то чувак непонятно не знаю кто этот напишите в комментариях обязательно у нас должны сейчас написать кто это да вы чё да вы лохи вы чё не знаете то еще да вот вообще посмотрите фотки очень прикольные а у них всех такие именно широкие улыбки ну потому что блин они в космосе я тоже может там улыбался хотя хрен его знает я может обосрался сначала пару раз потом уже улыбался но ты сначала из тюбиков пахало нормально было наверно космос это славная история вот это правда это да я вообще когда еще раз чуть-чуть забегу вперед когда в этот на этой экскурсии вы я оттуда вышел довольно подавлено мне прям казалось как раз что я вообще что айфон из-за я делаем что я мизер был ты непонятно на хрена вообще все это и не тем мы занимаемся по жизни мы в смысле человечества вот а здесь собственно славная история о том что он в принципе же много чего было уже сделано это были охрененные успехи сделали такое и делаем такое что будет он например он приводит пример что гагарин мог три раза минимум три раза погибнуть в своем первом полете в том самом он там один раз таки его техника спасла а пару раз он сам что там нажимал видимо использовал свой профессионально себя как-нибудь поднимал да 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 что в принципе исправила ситуацию и он не погиб так что в заключении он пишет что вне зависимости от того кто вы космос готов осыпать вас своими сокровищами смешные байки вершины пафоса и настоящей трагедии захватывающие воображение техника и замечательные люди далекая красота и прагматичная польза космос это замечать ура вот такая тема первая как бы заехали в научпоп маска хочет на марс марс хочет на маск я бы даже так это назвал скоро марс сам будет прилетать к маску потому что почему будет садиться потом обратно к себе на орбиту да 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 так вот илон маск сам запустит капсулу dragon на марс 2018 году а dragon между прочим содержит людей то есть он хочет собственно с людьми послать с собаками хотя бы для начала возможно возможно послать на марс нет написано отправка людей на марс 2018 году что здесь на twitter на официальном twitter аккаунте spacex собственно компании которая всем этим занимается они объявили что запуск будет осуществлен при помощи falcon heavy то есть вот этой хрена тени которая тащит видимо ну да именно самой ракеты-носителя до старшей версии falcon 9 цель данных запусков к марсу протестировать посадку тяжелых грузов на марс видимо людей толстых криса куэра видимо если миссии будут ставь лайк если бомбанул открытся куэра просто нам говорят что нас мы не бомбанули в прошлый раз в этот раз понимаешь пригорал пукан еще у чувака разработчики расслабились так что у него тоже бомбану да если миссии будут успешны spacex станет первой частной компанией на другой плане он короче хочет бизнес развивать просто вещь они же изначально хотят туда грузов сначала накидать примерно в одну точку чтобы когда люди высадились они только коробки уже распаковали и нормально все переехали туда спокойно языке и какую-то в общем вот такая статья следующая статья про нейронные сети мы так немножко от космоса отойдем а потом снова в него вернемся искусственный интеллект раскрасил черно-белые фотографии статья на n plus 1 .ру я очень не знаю откуда ты отрыл и на пол шажочка назад mask сообщит подробности в этом сентябре на международном конгресе в гвадалахер в гвадалахари простите гвадалахер это другое уже это знаешь сахар мне положил гвадалахер n plus 1 я не помню сам видимо какой-то научный сайт прикольный потому что наука плюс один чуть ли не телеканал хотя не готов ответить неважно университет вас это еще бы знать в какой он стране короче чуваки придумали очень крутую тему они запрограммировали видимо запрограммировали такую нейронную сеть а собственно здесь есть доступно на сайте университета сожалению в японии да японцы короче придумали нейронную сеть которая учится сама но они и еще и дополнительно обучили раскрашивать фотографии черно-белые нейронная сеть охренеть что делает самое тупое что она красит в основном очень хорошо красит разрешение маленькие фотографии 224 на 224 это тупо ну то есть иконочки эти легко раскрасить поэтому я то есть не легко нелегко для нейронной сети это понятно сложно но большие фотки было бы наверняка сложнее not маленькие вот эти иконочки она разукрашивает легко нейронная сеть определяет прикинь чё вообще на и нарисовано и вартили это давно приз в природе блюдо где что важно и подбирает цвета причем они ее учили там методом два с половиной миллиона фотографий в базе данных но они сказали что если видно что на улице то применяясь света цвета небо не стесняйся если комнате то траву и небо не использую и в общем удалось добиться натуральности цветов 92 целых шестидесятых процентах случаев то есть в остальных семи целых четырех десятых случаев там просто красная все и до свидания там google dream designer да 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 в общем вот такая прикольная тема япон ранее исследователи из калифорнийского университета в берге также создали программу способную реалистично раскачивать черно-белые фотографии они используют сверточную нейронную сеть cnn для обучения которой использовались готовые классифицированные наборы изображений почему я так меня это более умная хрень японцы молодцы чё а теперь про россию так давай короче есть статья которая в принципе у нас две статьи последние как бы они вместе сплетаются в одну тему они вместе сплетаются филиппа терехова пишет опять же про космические туннели и железо на голову или зачем нам космодром восточный совсем недавно 25 апреля он собственно писал статью и я так понимаю в ближайшие дни там я нас 25 апреля когда-то как раз вот открыли восточный открыли его запуском как раз первого корабля я не помню как он называется простите и даже путечка приезжал и мы хотели опять отсрочить полет а я сейчас скажу потому что у нас последний теме там какая-то 21 версия бета-тест союз 2 целых анонсета а так вот его изначально в октябре хотели запустить там отложили опять неполадки и тут путич приехали блин владимирович походу опять придется он сказал ну-ка нахрен не уеду пока не запустить при мне запускать так так и было и запустили такие и в общем он пишет что а зачем он нам зачем восточный вот чувак пишет вот все будут гореть вот нахрена у нас же есть байконур уже зачем нам восточный еще он к сожалению не у нас есть поэтому тем более да ну казахов а просто как ну вроде как типа рядом все такое ну зачем и такие деньги то есть огромное выделение бюджета все такое это надо за ракеты за что-то делать запускать его на шахты подготовить целое дело целое дело причем внимания нам восточный так так зачем и он пишет чуваки вот как бы кешь все хорошо но вы опять же законы физики знаете но плохо потому что вся фигня с гравитацией из вот этой околоземной орбиты достаточно интересная хрень она работает не так как мы думаем то есть когда ракета летит допустим какой-то спутник по орбите она по-всякому отклоняется но из-за того что просто в принципе притяжение из-за того что крутится земля из-за в общем из-за кучи причин физических поэтому короче говоря ракета летит не так просто то есть он он здесь играет еще что чтобы отклоняться да да наклонение орбиты между объектами нужно практически по касательной лететь и тогда короче сложно сэш как там рассчитывать надо это хрень он видит помните фильм гравитация да и там типа очень легко перелетели туда-сюда обратно практически а на самом деле так просто не сделать то есть тебе нужно будет очень сильно рассчитывать направлять и он и что чтобы изменять траекторию вот эту типа так легко да тебе нужно кучу топлива или израсходовать да нужно изменить скорость примерно 8 километров в секунду что до хрена да и просто там в общем в общем целое дело дальше он рассказывает про то что он вообще-то у нас есть это как бы все это все наслаивается он потом объяснит то есть короче говоря поэтому восточный так скажем он стоит тоже нас на своем месте который будет позволять эту орбиту создавать накручивать вот потом убить что про то иные дороги есть тут у него есть никакая некая карта на которой изображена в цветах сразу можешь включить он расписывает там где зеленый синий красный желтый и там это разные орбиты на разной высоте от земли находятся просто вот то что зеленая похоже на узоры на кольце всевластия да а то что в середине на мой кактус между прочим зеленая это самая тема это короче чуваки все забили там это геостациональная орбита и ее забили короче телекоммуникационные спутники вот так там возможно бибисишный первый канал летает вот это стс нтв но сразу с прощается на аренды ваш не он видит тарелки лидают вот поэтому эта штука приносит прибыль поэтому там все забито уже дальше синий красный чуть пониже чуваки это глонасс gps вот такая тема летает 20 тысяч километров тоже достаточно высоко на сами то есть это вы не думаете зеленый 36 тысяч километров а полярные орбиты желтые это такие маленькие хреньки не так высоко не самые высокие это короче всякие картографические темы разведательные спутники то есть потому что они над полюсами каждый раз пролетают то есть они максимально близко к земле и ну и понятно что они и нормально видят там все круто да далее это все как бы мы запоминаем бессердечная география он рассказывает здесь такую тему что вообще-то короче говоря это очень сложная хрень по поводу запуска и казалось бы причем здесь космодром да по поводу запуска и по поводу полета вокруг земли например вот он приводит такой скрин земли собственно и как такая типа небольшая орбита по углу земли проходит но не как бы углу земли это понятно квадратура круга но вы поняли нельзя пролетать над землей вот именно вот так сбоку очень много то есть можно но это нельзя делать выключен находиться на такой орбите с включенным двигателем потому что топливо кончится очень быстро то есть мы будем лететь мы будем преодолевать всю эту хрень и будет очень сложно нельзя так пролетать поэтому нужно обязательно лететь вокруг земли да в общем грубо говоря при вылете с какой-то точки у нас есть некий туннель в рамках которого мы можем отклоняться и он не очень большой на и для того чтобы отклоняться больше и больше нам надо много оборотов вокруг земли делать чтобы раскручиваться или закручиваться поэтому собственно вот восточный он стоит достаточно удачно чтобы можно было опять же совершать различный полет дальше он рассказывает чуваки а вот например вы знаете что можно отбрасывать ступени и собственно не должны куда-то падать падать они должны на зоны где никому это не прилетит по башке и самое сложное это нужно еще и просить у других стран чтобы чуваки а можно мы вам зону там отчуждения сбросим туда-сюда в казахстане возможно выселили уже киде из всех этих зон и замуж прем можно это орден дентом устраивайте буду обломки там подбирать и так далее да и вот он здесь рассказывает собственно почему было бы плохо там поставить почему плохо просто если хотите почитать и еду скорее разные места разбирать а почему вот не здесь поставили потому что будет падать туда там почему не здесь он потому что общем он говорит что именно восточный стоит на таком месте где мы спокойно можем скинуть все вот эти ступени куда надо и она никому не попадет по башке и не надо просить разрешение лишний раз ну и вот еще возможно это уменьшает в долгосрочной перспективы траты ну кстати да то есть построили космодром вроде дорого но сколько бы мы запашляли казахам за то что скидываем им ступени это за за пять лет мы уже купили весь восточный поэтому да ну и в конце он тезисно еще раз подводит ток что космодром восточный даст нам возможность запускать полезные нагрузки на геостационарную орбиту и мкс без необходимости согласования этих запусков с другими странами и выплат им за использование районов отчуждения он расположен в южной части страны обеспечивает начальное наклонение орбиты не хуже байконура то есть круть вообще стартовый комплекс для новой ракеты носителя анга ангара нерационально чуть ангара не прочитал нерационально строить на байконуре но с восточного она обеспечит не меньшую грузоподъемность приятная мелочь новый стартовый комплекс башни обслуживания как в куру позволит запускать западные полезные нагрузки которые должны устанавливаться на ракету носитель вертикальном положении вообще охрененная тема восточный то есть все не зря и собственно последняя статья которая здесь есть это просто дополнение к прошлому это несколько видео о том как открывали восточный первый запуск него союза 2,1 а и можно в принципе второе видео немножко посмотреть чуть-чуть пару секунд буквально в серединке как ракета собственно снимая видимо на gopro тут есть подготовка первые несколько минут как там какие-то охлаждающие штуки дымят и и очень крутой фильм последний там 26-минутный фильм про то вообще как 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 восточный был практически для discovery передача как там что там очень круто все показано посмотрите обязательно я сейчас в серединке нахожусь 2 и там успевает gopro вверх перевести чтобы это там еще логотип роскосмоса у нас везде видимо при их поддержке съемки были на собственно там так и было написано да так что вот так вот очень очень прикольно вообще пишите появились шикарные фотографии между прочим здесь у него 2 апдейт и там на фотографии рша . life journal . com супер прям обработанные крутые фотографии сейчас даже перейду чтобы наши зрители могли одним глазком взглядом реально круто там еще с дымом никита перри перевести через свой ноутбук к моему и да 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 там очень круто там прям там с фиша им есть такой с гигантским обзором ну короче говоря прям мы вообще мы удовольствие получаем это от всего а кроме получения удовольствия мы переходим к обсуждению нашей обойки но это знаешь слушай пока пока сразу я скажу это какой-то тоже восточный тоже можно с него запускать чем да тут тоже полный космодром у них вон какие-то спутниковые антенны на крышах направленные в стену между прочим а нам для слушателей надо объяснить что это на самом деле какой-то непонятная крыша зданий во дворе расписанная вся граффити такой андеграунд стиль такое все не очень крутыми графе как мы привыкли видеть да именно практически там банды друг друга перекрывает как в gta санада я считаю что все эти граффити это темы которые нам приходится отбирать для нашего подкаста да согласен и они в любом случае как бы ложатся в этот стиль города естественно некоторые приходится дропать как те которые например просто вот ты обрати внимание там есть и письменность просто на самой крыши ты за полу так скажем крыши и вот это такие блеклые тема есть прям крутые как если обратишь внимание самом верху там типа бомбы такие прям в этом как бы и голова нарисована это научку обвалится научку обвалится так что в принципе факел он справа есть это бомбану вода на разработке то есть принципе все здесь поэтому будем заканчивать принципе подписывайтесь на своих соц сетях в контакте в твиттере фейсбуке в инстаграме в гугл плюсе ставьте нам обязательно на ютюбе лайки пишите комментарии рассказывайте друзьям лайки на ютюбе теперь влияет на ранжирование поэтому даже если вы наш слушатель то перейдите на youtube и поставьте лайк не поленитесь пожалуйста заранее спасибо а если вы наш зритель не поленитесь перейдите в itunes поставьте нам там звездочки и напишите отзыв а с вами были никита тарасов и александр гончаров удачного всем дня до следующей недели пока пока